Аплодисменты Аплодисменты Дорабатывать это предложение Написали, заткнись, чумадрил фланелевый Но я на них не злюсь Песок им в зубную пасту Еще я в дорожном управлении написал письмо По поводу того, чем отличаются наши дороги от ремонтированные от не отремонтированные Подписался академический академик Ответили мне культурно одной строчкой Не твое собачье дело Значит, меня узнали? Не мое дело У нас в область такие ямы В них уже караси плавают В одну такую яму КамАЗ провалился Не нашли его Я им жестко написал Вы хоть на этих ямах буйки установите Они мне написали Еще раз напишешь про буйок Сам по плавком станешь Но я их прощаю Гвоздь им в мыло Я добрый Пусть у них в плавках на пляже Резинка все время лопается АПЛОДИСМЕНТЫ Еще, товарищи, граждане, господа товарищи Меня интересует проблема НАТО Они все ближе к России расширяются Я им написал Ну, привет, НАТО Дураки, вы не умные Расширяйтесь в России Давайте К нам ноги расширялись Чингисхан со своей группировкой АПЛОДИСМЕНТЫ Наполеон когда-то обнаглел Совсем страх потерял Расширялся он Гигант Метр сорок В своей пилотке на каблуках В рытузах Рытузы все время спадали Потому что велики ему Сидел бы в Париже Хлебал бы уху из лягушек Нет, задумывалось ему На Россию расширяться Клюнула жареная лягушка В расширитель АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и что? Поперся на Москву Ноги себя отморозил По самой рытузы АПЛОДИСМЕНТЫ Все, что не отморозил Собрал в кучу И погнался по Минскому шоссе домой Потом в мемуарах писал Что он бы не расширялся Если бы знал, что По всей России На зиму В лесах В полях В городах В селах На зиму Отключают Отопление И включают Морозильник А народ, говорит, гостеприимным Оказался Только днем А ночью ему некогда быть Гостеприимным Ночью все партизане И чем кончилось? Его именем назвали торт Вот и все Потом К России расширялся От мороза Кусатый Фюрер Гитлер Богатырь сушеный Так сильно расширялся Что лопнул Теперь никто не знает Где могилка его Так что НАТО Милости просим Расширяйтесь Как видно из истории Мы непрошенным гостям Рады Глеб, соль вам Из ружья Только смотрите НАТО Чтобы при расширении Никто вас не проткнул А то аж метки полетят По всей Европе По самой Нидерланды Честно скажу Пока из НАТО Ответ мне не пришел Но расширение Я смотрю Они приостановили Значит Боятся меня Ха-ха-ха Теперь еще один важный вопрос О том Как поднять Наше здравоохренение И победить Свинячий грипп Надо назначить Министром Доктора Малахова Плюс Правильно говорят Про него Он таблеточек Не пьет Он здоровеньким Помрет Я сам по его рецепту Лечил простуду Она ушла Пришла Глухота Потом она ушла Бессонница Пришла Теперь я не сплю И думаю о Малахове У него масса рецептов Каждая травинка Это витаминка Все что на улице валяется Лекарство называется Если голова болит сильно Положи на ночь голову В морозильник Организма плоховато Съешь кусочек стекловатый Ну мне конечно Тоже отписали Куда идти Со своими долбанными Предложениями Я на них не злюсь Я их простил Кнопки им в носки Пьяных им ежиков в кровать Муравьи им в брюки Перец им туда же Да, что-то не забыл Пчел им под язык Учительница спрашивает Иванов, кто взял Измаил? Я не брал Это Петров Возмущенная учительница Рассказала Завычу об этом Завыч говорит Ну что вы хотите Это же дети Поиграют и отдадут Возмущенная учительница Рассказала все директору Директор говорит Какой класс? Пятый Б? Нет Эти не отдадут Попали на необитаемый остров Англичанин, француз и русский Нашли бутылку Открыли Из нее появился джин Сказал Исполню два желания Англичанин говорит Мешок, денег и домой Француз попросил женщин И домой Русский остался один Подумал Сказал Хорошая была компания Ящик, водки И всех обратно Старая Одесса Это анекдот уже От Леонидовича Утесова Боже мой Кого я вижу Соломон Моисеевич Меня зовут Соломон Маркович Вы мне будете рассказывать Как вас зовут Я вашего папу С детства знал Он был таким Красивым Высоким Кучерявым Ничего подобного Мой папа был Маленький и лысый Ай, идите к черту Вы не знаете Своего папу Медицинский анекдот Доктор, может меня в реанимат Больной Не занимайтесь самолечением Я сказал в морг Значит в морг Военный анекдот Очень Отличается Ароматом своим Занятие по сборке Разборке оружия Вопросы есть Есть, товарищ старшина Почему винтовку Можно собрать И разобрать А человека нельзя Ну нельзя человека разобрать Вопрос понял Отвечаю Вот представь себе Пилипенко Что ты себя развинтил Спать лег А тут боевая тревога Ты второпят Все свинтил А на место головы Приставил задницу И что получается Пилотка не налазит Гимнастерка не застегивается Все кричат Ура А ты По местному Военному радио Московское время 20.00 Для слабоумных 8 часов вечера Для прапорщиков Младших офицеров Большая стрелка На 12 Маленькие На 8 Для старших офицеров Цифра 8 Напоминает форму женщин Спокойной ночи Ну первые С командирской мудрости Замечательно Сначала водку Пьянствуете Потом ходите Красные Как огурцы Вот это замечательно Живете здесь Как свиньи В берлоге Очень тонко Ядерная бомба Всегда попадает В эпицентр Замечательно Сейчас вы матом Ругаетесь А потом теми же руками Хлеб брать будете Товарищ курсант Вы Как кабан Женского рода Я вам скажу Закройте рот Трусы видно Во Внукове Приземлился самолет Рейсом Кишинев Москва Пассажир Сходит с трапа У одного Сваливаются штаны Он их подхватывает Говорит Вот задолбал аэрофлот То застегнете ли мне То застегнете ли мне Что же дела вообще Родители посадили Вовочку Учить уроки А сами заперлись В другой комнате Вовочка заглянул В замочную скважину Сказал И эти люди Запрещают мне Ковыряться в носу Хозяин дом Повесил на своем заборе Табличку Осторожно Злая собака Сосед мелом подписал Но без зубов Тогда хозяин добавил Зато засасывает Смертельно Товарищи Извините За нескромный вопрос Вы в чудеса верите? В колдунов В ясновидящих В денежные компенсации Сейчас на каждом шагу О чудесах твердят Там инопланетяне высадились Хотели пустую посуду Без очереди сдать Тут экстрасекс Свои энергетазики Заряжает До 40 градусов До 40 градусов доводит Там чудотворец утверждает Что все женщины у нас в стране Должны рожать Только в воде И только от него Ну в каждом деле Конечно без слухов не обходится Он недавно в одном селе Долгожитие нашли До 140 лет Человек дожил Представляете К нему академики Со всего мира приехали Спрашивают Как же вам это удалось? Он говорит Да мне председатель Сельсовета По пьянке Лишние 100 лет В паспорт вписал Вот такой вот Долгожитель Ну это так Исключение В основном чудеса На каждом шагу Вон третьего дня По телевидению не видели Я одну чудесницу показываю Ой, что делает Представляете Отделяется от своего тела Точно-точно Отделяется И где-то там Летает Летает А когда прилетает У нее складывается Такое ощущение Что это тело Уже кто-то навещал Так ей дури и надо Нечего летать Потому что ты баба Не ту 134 Летает она, понимаешь Мне больше всего Эти нравятся ребята Как их Астрологи Ой, что делают Астрологи Они, значит По расположению звезд Все события предугадывают Если две звезды разошлись Горбачев с Ельциным поссорится Если три звездочки сошлись Опять коньяк подорожает Астрологи Если звезды на землю падают Не выходи из дома Звезданут по голове Астрологи Еще шагу стащат А извините за нескромный вопрос Вы спиритизмом увлекались Духов, духов вызывали Мы клоха маклая Лошадь проживальскую Мы тут с ребятами попробовали Ой, что было Сейчас расскажу Мне листочек нужен Сели, значит, в подвале В кружочек Свет погасили Что-то жутковато стало А я еще так нагло заявляю Вызываю Дух Леонида Ильича И вдруг в тишине Слышим чей-то голос Здравствуйте, дорогие товарищи Ой, кто это спрашивает? Ой, кто это спрашивает? Ой, кто это спрашивает? Ой, кто это спрашивает? Я, дорогой, где это, Леонид Ильич Брежнев, бурный, не смолкающий аплодисмент. Мы с Перефуг все встали. Леонид Ильич, говорю, дорогой, разрешите обратиться? Тут у нас, понимаете, какая языковыка вышла? У нас вся страна разваливается. Кедрени, фени. А потому что у вас гласность. Все рот раскрыли, а положить туда нечего. Да, но вы-то сами как к этому плюрализму-то относитесь? Плохо. А потому что я это слово не могу выговорить. Леонид Ильич, ну подскажите, что же нам теперь делать? Дайте какой-нибудь совет. Ну, пожалуйста. Что вы мне тут понаписали? А. Передайте вашему руководству, чтобы срочно поднимались ко мне. Я им вручу медаль за освобождение Москвы от товаров и продуктов. Вот тебе бабушка и спиритизм. Как тут за гробную жизнь не поверишь? У нас тут в клубе лектор выступал. Нельзя, говорит, верить во всяких призраков? Я говорю, сами нам все эти годы твердили. Призрак броет по Европе, призрак коммунизма. Ну, не буквально, а фигурально, не знаю. По Европе-то он может и фигурально броет. А к нам этот призрак 70 лет назад как припёрся. Всё сожрал. Всё выпил. И ещё уходить не хочет. Призраков, главное, нет. А то, что это такие эти барабашки? Они сейчас, скажем, в доме живут. Хитрые такие, бестии. Ого. Чё делают? Одни люди их видят, другие нет. У меня друг с командировки вернулся, платяной шкаф открывает, там барабашка сидит. О, здоровый. Волосатый. И без всего. О, здоровый. Друг кричит, ты кто вообще? Он говорит, чё, не вижу, барабашки я. Друг кричит, Клава, Клава, что это там за барабашка такая? Она говорит, где? Да вон, в шкафу масла ты такой. Да кто мог там дать шапку твою пыжиковую, а? Какая шапка? Там мужик сидит настоящий. Да брось, Петя, настоящего мужика у нас в доме давно нет. Представляешь, какое чудо? Он этого барабашку видит, а она нет. Побежал в милицию, так было так, я с командировки вернулся, у меня в шкафу барабашка без штанов. Начальник говорит, это сейчас часто бывает. Он у нас в женском общежитии тоже невидимка поселился. Каждую ночь сопит, пыхтит, никому спать не даёт, свет сжигать никого нет, но все уже беременные. И вы после этого будете говорить, что чудес не бывает. Мне этот лектор идейный говорит, чем верить во всякую чепуху, вы бы лучше поверили в успех нашей перестройки. Я говорю, для кого чепуха? А мне бабка всего пять минут зубы заговаривала, а они болеть перестали. А насчёт перестройки нам уже шесть лет мозги заговаривают. А кроме головной боли никаких результатов. Не дай бог Вам лечь в клинику пластической хирургии, когда у хирурга день рождения. Должны были уши подшить, чтобы не торчали. Перепутали они. Теперь и уши торчат, и эти торчат. Они говорят, мужчина, не волнуйтесь, мы вам всё исправим, но через год. А у нас большая очередь. Не знаю, как себя называть. Кентавр, он полумужик, полуконь, да? А я кто? Баба Тавр? В общем, выписали меня. Пришёл домой. Жена спрашивает, ты чё напихал на грудные карманы? А ну, вытаскивай. Ну, я и вытащил. Жена быстро успокоилась. Валерияночке выпила шесть пузырьков. И нормально. Ничего, говорит, Федя, не переживай. Будем подружками. Сосед меня встретил, обалдел. О, это что это у тебя? Я говорю, чё, в спортзале накачал? А чё, остальное не накачал? На остальное сил не хватило. Утром вышел на балкон покурить, ну, как обычно, с голым торсом. Что, на чё? У меня напротив дома стройка. Стройка встала. Пронож накренился. Крановщик с криком свалился. Не может быть! Их прораб заявился ко мне. Ты, говорит, что, гад, делаешь? Наши сроки. На те две каски, когда куришь на балконе, надевай их. Соблюдай технику безопасности. А внизу народ собрался. На мобильнике фотографируют. Какой-то дед кричит, о, бабы распустились. Курят, бельё не носят. Ещё усы не бреют. К маме зашёл. Она меня видит плохо. Сынок говорит, чего это у тебя такие мешки под глазами? Аж до пояса, а? На улице женщина меня встретила, сыну зашептала. Видишь, что творится с мальчиками, которые целыми днями в одноклассниках играют в молочную ферму? По дворе мне кличку дали. Тётя Федя. Главное, делать ничего не могу. Не могу ничего делать. Отвлекаюсь. Жена меня ревновать стала. Меня к моим же. Не смотрю, говорит, что ты на них пялишься? А как не пялишься, если они сами в глаза бросаются? Руки так всё время и тянутся. Вчера в коридоре, в темноте, сам себя подкараулил. И давай приставать. Главное, сам к себе приставлю, сам к себе приставлю. Убери руки на халку. А вот внуки от меня в восторге. Говорят, деда, покажись мне шарики. Вот только Орлу не повезло. Орлу хана. У меня на груди татуировка Орёл. Что с ним стало? Глаза из орбит вылезли. Нос впал. Бедная птица. Главное, при ходьбе глаза вот так делают. А что в старости с этим орлом будет? У меня недавно день рождения был. Гости пришли. Я за столом весь вечер так просидел. Ну думаю, сейчас наконец уйдут все. Вот сейчас уйдут. И тут тесть говорит, выпьем за женщин стоя. Ну я встал, все легли. Тесть говорит, всё, с водкой надо завязывать. А то хрен знает, что мерещится. А мне же ещё на работу надо. Спрашиваю жены, а что я им скажу? Она говорит, скажешь, что у тебя осложнение после гриппа. Двусторонний отёк. Пришёл на работу, что началось? Мужики посмотрели и говорят, о, блин, теперь и его с 8 марта поздравляют. Женщины стали обнимать, целовать. Видно, хотели от меня этим гриппом заразиться. Чтобы никто же осложнение вырослел. Со служивцами сел в шахматы играть. Всех обыграл. Они же напротив меня сидели, уставили сюда. А я пуговичку расстегнул. Всё, шах и мат. Подкалывать начали. Начальник говорит, мы тебе новую должность установим, будешь у нас сисадмин. На 23 февраля подарили билет на концерт Боре Моисееву. Первый ряд, увидишь артиста вблизи, я говорю, лишь бы он меня не увидел. А по средам мы с друзьями в баню ходим. Жена тоже подкалывает. Какое отделение пойдешь? Мужское или женское? Я говорю, вверх в женском, по-моему, остальное пойду в мужской домовать. Выходной поехали с женой на речку. Я плыву на спине. Спасатель орёт свой мегафон. Мужчина, вы зачем заплыли за буйки и тащите их на себе? Я ныряю себе плаваю и вдруг слышу на берегу говорят, это что ж такое у нас в реку сливают? Что даже русалки уродами рождают? На рыбалку с мужиками ещё выбрался. Они чуть не передрались. Кто со мной будет в палатке спать? Не жизнь, а жесть пошла. Жена предупредила. Федя, тебе с такими маракасами ходить без бюстгальтера неприлично. Зашёл в магазин. Ну, мне же неудобно. Я руками всё это прикрыл и говорю продавщице, мне для жены бюстгальтер нужен. Жене, понимаете, жене. Продавщица спрашивает, а какой вашей жены размер? Я говорю, а вот такой. Продавщица прямо в кассу в обморок. Блядь! Так и ушёл мне обутый. Знаете, самое интересное, они как-то на голову влияют. Какая-то связь у них есть. Утром вышел на кухню с хорошим настроением. Вдруг мысль, а не испечь ли мне рулетики с ореховой начинкой? Раньше помню, смотрю на женщин любую, сейчас смотрю, сравниваю. У кого больше? Нет, думаю, я так долго не протянул. Послал письмо Геннадию Малахову. Спросил, что делать? Он посоветовал, натирайте грудь облепиховым маслом. Я поинтересовался, и что будет? Он написал, будет приятно. В общем, год прошел. Я за это время узнал много нового. Женский мир, он особый, совсем другой. Оказывается, на косточках это не баранина. А четверка это не только модель Жигулей. Слушайте, оказывается, так трудно быть женщиной. Бегать неудобно, бьют по подворотке. Я два раза язык прикусывал. Машина сломалась, подлец под нее, застрял. Даже спать трудно. Повернешься, они уже тут. Развернешься, они уже здесь. Они раньше меня успевали. Занимают лучшие места. Разлягутся, а ты с краешку. Скоричишься, как сиротинка. Мужики, я на собственной шкуре понял, как женщинам трудно с этим. А они еще беременные ходят. на каблуках по нашим раздолбанным дорогам тащат на тебе огроменные сумки, чтоб нас, кабанов, накормить. А у нас почему-то слово баба считается оскорблением. Ну что ты, как баба. А я вам так скажу. Да бабу еще дорасти надо. Ну все, понедельник в клинику ложусь. Понимаете, да? Хочу увеличить. Шучу. Мужики, берегите женщин. Им гораздо труднее ровно в два раза. Бабы, я вас обожаю. Часто мы говорим реклама, реклама, надоела она, в неурочный час ее включают, самый интересный момент, она вырывается. А я вам так скажу, друзья мои, мне лично реклама помогла. Да, помогла. Сейчас все по порядку расскажу. Как-то утром просыпаюсь, смотрю, на улице огроменный щит установили. На нем написано «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебя пошлем». «Друг, Ну, думаю, как интересно, вежливо обращается, друг, позвони, телефон так четко, чтобы не перепутать, ну, думаю, надо позвонить, а то перед людям неудобно, они же ждут. бермуды». Звоню, «Алло, это Бермуды?» Сидоров беспокоит, «Алло, этот Бермудянин». «Кто?» Я говорю, «Вы в рекламе написали, что мне вашему другу пора отдыхать на Бермудах. Я согласен, когда вы меня можете послать?» Этот Бермудский как начал меня посылать, подробно все так изложил, куда идти и где поворачивать. Минут десять посылал. Аж охрип. Я его даже перебил. Я говорю, «Сэр, вы меня, конечно, извините, но вы, наверное, не поняли. Я насчет Бермудов. Мне, вашему другу, там надо отдохнуть. Вы же сами сказали, «Когда выезжать-то?» Этот Бермудский как начал кричать, «Да я, да мы, да мы с тобой, да ё-моё!» Обрадался он мне страшно. Что-то насчет моих родителей вспоминал. Видно, хотел пригласить всю семью. Ну, видите, рекламу не обманывают. Позвонил, послали. Придется ехать. Чтобы денег лишних на новый костюм не тратить, взял я шорты тещины белые с начёсом внутри. Написал на них «Бермуды», сзади поместилось только «Бер». остальное пришлось перенести наперёд. «Бермуды» погладил, надел тепло. Чувствуется, «Бермуды» начали действовать. Ну, надел, ухожу из подъезда, на небе солнце, на шортах стрелки. Смотрю, через дорогу магазин, салон, мерседесами торгует, а в витрине огроменный щит. На нём написано «Друг, твой мерседес мы приготовили, забери его». День, думаю, какой удачный, аааа, одно к одному. Ну, думаю, надо зайти, а то перед людьми неудобно, они ждут, захожу, при входе охраннику мои шорты сразу понравились. Он так громко щёлкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравились, стоят, улыбаются. Но близко не подходит. Я говорю, я к вам с приветом. Менеджер говорит, вижу. Я тот самый друг. Вы в рекламе написали, чтобы я срочно забрал свой мерседес. Я согласный. только давайте быстрее, а то я опаздываю. Отлетаю на Бермуды. Этот менеджер спрашивает, а вы до этого водили что-нибудь? я говорю, водил, хороводы водил. Он говорит, ну для вас есть потрясающая модель, белый цвет, просторный салон, а машина с наворотом догорит, сбоку фара, на фаре красный крест, сзади кушетка, ждать недолго, подгонит мигом. Если через три минуты скрип тормозов, в салон закоет мужик в белом халате, две дамы тоже в белом, ну в сервисе. Мужик спрашивает, на Бермуды сам поедешь или как? Я, конечно, сам, меня там давно ждут. Ну и поехали, значит. Смотрю по дороге, стрелка психбольницы два километра, а на дне огроменный щит. Друг, пора жить как люди. Ой, я что вышел? Если я с Бермуд им туда не дозвонюсь, чтобы они там не волновались, передайте им, пожалуйста, что я уже живу как люди. Мы расшифровали практически весь орфографический словарь. Все, что поддавалось расшифровке, только 30-35 слов вызывали в зале реакцию. Представляете, какой маленький коэффициент полезного действия. Потом мы это сделали второй раз. Все, нам казалось прием исчерпан. Газеты начали забавляться этой новой литературной игрой. Но, кстати, газетные примеры, они не подходят для сцены. Они рассчитаны только на нашу улыбку. На эстраде юмор более рельефный, что ли, более метафоричный. Но появилась новая жизнь, появились новые словечки, это дало пищу новому бестолковому словарю. Я так скучно говорю об этом. Может быть, кто-то помнит старые примеры? Я снова расшифрую, если вы выкрикнете. По очереди, конечно, я буду показывать рукой, чтобы друг другу не мешать. И вся остальная часть зала включится в эту игру, я прочитаю новый словарь. Пожалуйста, если кто-то помнит. Пеньюар. Дурак из Южной Африки. По очереди, друзья. Гашиш. Гектар, на котором ничего не выросло. Пожалуйста. Как? Барсук. Барсук. Столовая для собак. Сторож. Сторож. Пожалуйста. Сторож. Сторож. Ансамбль песни и пляски. В новом словаре знаете, как расшифровываться? Заседание Думы. Как вы сказали? Автомат. Дружеская беседа шоферов на бензозаправке. Вот какое-то слово было. Чекушка, да? Здесь было чекушка, а там что-то другое. Чекушка, кассирша. Папазол. Папазол. Трезвый отец. Мазурик. Водитель Маза. Страхолюдина. Агент по страхованию людей. Ой, много слов вспомнили. Пожалуйста. Огрызки. Огрызки. Супруги. Варвар. Как? Варвар. Варвар. Повар на двух ставках. И там варвар, и тут варвар. Как? Всадница. Медсестра. Как пила, да? Пила. Воспоминания алкоголички. Там много слов было. Очень много вы вспоминаете. Это мне приятно. Зубочистка. Зубочистка, да. Боксеры на ринге. Для молодежи это как новое, я чувствую. Да, пожалуйста. Блестик. Всадница. Это уже было. Вы где были только что? Так, пожалуйста. Ухажер. Как? Ухажер. Вы одновременно говорите, я не внесу. Ухажер. Ухажер, да. Ухажер это с нового словаря, я попозже расшифрую. Да, пожалуйста. Кенгуру. Кенгуру. Ой, какое слово хорошее. Расшифруйте, пожалуйста. Как вам сказал Кенгуру? Как? А Прокодавр сказал, да? Ну, просто захотелось поучаствовать, я понимаю. Хорошо. Главбух. Главбух. Маршал артиллерии. Это было, да. Ну, довольно много вспомнил. Мне очень приятно. Значит, я прав. В народе помнят мои шутки. Это очень приятно. Запоминайте снова. Может быть, через 20 лет встретимся. Я у вас снова спрошу, помните вы или нет. Описание. Памперс. Малолитражка. Четвертинка. Фортепиано. Сильное опьянение. Ползунки. Таракан. Новороссийск. Город новых русских. Сухогруз. Трезвый грузчик. Доходяга. Человек, живущий на трудовые доходы. Харек. Начинающий артист хора. Куропатка. Ненормальная курица. Мордоворот. Вратарь сборной команды Мордовию. Поберегите силы. Еще много всего. Капельмейстер. Мастер по самогону варенья. Капельмейстер. Это без малого одинокой женщины. Видно, как реакция растекается, как оценивают разные значения. Жрица. Обладательница отменного аппетита. Ищи-свищи. Работа хирурга. Ухажер. Любитель рыбного супа. А можно по-другому. Здесь товарищ интересовался. Можно по-другому. Ухажер. Американский спортсмен Тайсон. Путана. Рабочий по ремонту путей. Путейц. Муж Путаны. Чумичка. Пациентка чумака. Желтуха. Искусственная блондинка. Барбос. Хозяин бара. Крахмал. Небольшой кризис. К сожалению, мы знаем, что это такое у нас каждый день. Крахмал. Тома Гавк. Жена Тамара встречает пьяного мужа. Вот это мне очень нравится. Напасть. Напасть. Губная помада. Дальше посложнее пойдут слова. Но если их расчленять, сложность исчезает. Муза. Голосование у коров. Муза. Это то, чем мы часто занимаемся. Мышьяк. Чудо-селекция. Домовой. Папа пропил зарплату. Бас-турма. Певец-турме. Такой восточный вариант. Турме. Баталия. Баталия. Удивление женщины после диеты. Наставник. Близкий друг жены. Худрук. Неважный любому. Но это одна компания. Крематорий. Санаторий для работников Кремля. Земляк. Покойник. Покойник. Сосед покойки. Глюкоза. Каза-наркоманка. Харизма. Харя после катаклизма. Лорнет. Ухо-горн-нос в отпуске. Оторва. Белетерша. Потаскуха. Балерина. Сосиска. Радиска, передающая сигналы СОС. Голосистая. Модель, модель. Шопен. Продавец в шопе. Хлопчик. Киллер. Окулизатор. Подхалим. Чешуя. Признание. Признание пациенту дерматолога. Алкаши. Поклонники Пугачёвы. Парашютист. Шутник на парашу. И звездняк. Звезда эстрады. Ироничным, ироничным, что мне очень импонирует. Очень быстро меняется. Появились какие-то поговорки, которых не было раньше в советские времена. Типа, все люди братья, все бабы сестры. Хорошо после бани, особенно первый месяц. Это ведь иронично сказано. Даже алкоголики шутят над собой. Как-то иронично. Пошли дурака за бутылку, он одну и принесёт. Это же очень хорошо, что так происходит. А, есть фразы волшебные. Пять слов, а за ними целая повесть, целые картины. Хоронили тёщу, порвали два бояна. Длинная реакция. Почему? Потому что люди представляют себе, что там происходит. Да, вот вы тоже представили. Да, очень много всяких фраз. Кто ищет, откуда ноги растут, чаще всего там и оказывается. Это мой личный афоризм. Если ты нашёл на счастье подкову, значит, кто-то другой откинул копыта. Это афоризмы пошли. Если автобусу изменяет жена, то он становится троллейбусом. Кроме чужих неприятностей, есть ещё и другие радости в жизни. А какие ироничные, добрые, в кавычках, советы. Вам будет легче вставать на работу вовремя, если на будильник вы положите маленькую мышеловку. В конгресс США поступило заявление от плюшевого мишки, с которым Билл Клинтон спал ещё в детстве. Письмо, в котором ты просишь денег, мы не получали. Какая прелесть, а? И всё коротко, главное. Я не люблю длинных анекдотов. Иногда слушаешь, слушаешь, потом думаешь, что я слушаю? Ничего особенного и не было. А вот в короткой фразе как-то так концентрируется юмор. Юбилей — это когда много цветов, а ты ещё жив. Очень хорошо. Новая услуга в Москве — секс по домофону. Представляете, тоже картинка, да? Что там происходит, да. Дети радостно кричали «Бублик! Бублик!» Они не знали, что Колобок смертельно ранен на вылет. В джонгли пришла большая засуха. Вчера отмечали день рождения Маугли. Следствие установило, что пожар на Останкинской башне возник от столкновения башни с иностранной телебашней, которая скрылась в неизвестном направлении. «Я вас любил. Чего ж я болен?» В доме всё было краденое, и даже воздух какой-то спёртый. Ахматова говорила, когда на улице кричат «Дурак!», не обязательно оборачиваться. Очень много здесь всего. Обыгрывается реклама, конечно. Надпись на надгробной плите. «Не все йогурты одинаково полезны!» Ну, теперь пошли объявления. Высококвалифицированный хирург поможет плохому танцору. Бригада квалифицированных отделочников отделает вас и вашу квартиру. «Ищу интим. Работу не предлагаю. Девушка 90-60-90 ищет приключения на свои вторые 90-е. В школе позор, опоздуна. На зеркале надпись «Другие не лучшие». В физкультурном зале объявление «Нельзя без мата лазать по канату». «Мальчики по вызову. Телефон 02. Круглосуточный». Сообщение на пейджер. «Сосед купил мебель. Сегодня ночью приду тебя душить». Подпись «ЖАБА». В зоопарке «Страусов не пугать полбетон». Вот это все остряки придумывают. А вот эту фразу я встретил в газетной грозной статье на полном серьезе. «Милиция занимается проституцией недостаточно». Дальше разговорчики пошли. Короткие разговорчики. Я вчера с твоей женой в трамвай ехал. Она мне такой анекдот рассказала. Я чуть с кровати не упал. Я вчера на своем «Мерседесе» так круто развернулся, что увидел свой задний номер. Что у американцев за название? Вот у нас шоколад «Ротфронт». Сразу понятно, чем его есть. А у них попкорна. Так тяжело стало воровать. Такое ощущение, что я эти деньги заработал. Вот трамвай движется кондукторша, граждане, пассажиры. Показывайте, у кого что есть. Звонок в три часа ночи. Алло, неизвестный друг, ты тоже не спишь? Пьяный дует перегаром в нос своей собаке и говорит «Мухтар, ищи!» Девушка, вы москвичка? Да, а шо? Вот все говорят «Фильм для дураков, для дураков». А мне понравилось. Даже в годы фашистской оккупации Тимур и его команда продолжали рисовать звездочки на домах коммунистов, подпольщиков и партизанок. Звонит девочка на радио и говорит «Вчера нашла кошелек. Там было 5000 долларов, 618 марок и визитка на имя Гаррика Морикяна в проспект Шверника, 19. Поставьте ему, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню». Дальше пошли диалоги. Я очень люблю диалоги, короткие диалоги. В них виден юмористический конфликт, есть что поиграть. Они более театральные, что ли. «Дяденька, у вас с чем пирожки?» «Ты что, пирожец, по-русски читать не умеешь?» «Написано, пирожок без никто». Жена бьет мужа скалкой. «Будешь пить?» «Будешь пить?» «Наливай!» «Наливай!» «Посмотри, какую классную шубу из норок я жене купил. Какая же она классная, она же вся в дырках. Это не дырки, это норки. Милый, я хочу пейджер с вибратором. Хорошо, дорогая, что во что должно быть встроено?» Это пошли такие мелкие хулиганства. Но мы уже с вами говорили, важно и насказательно, и коротко. Гинеколог-стоматологу, это тебе не в зубах ковыряться. Вот, по-моему, самое короткое, самое смешное. «Вы член партии?» «Нет, я ее мозг». «Товарищ прапорщик, можете телевизор посмотреть?» «Можно, только не включать». «Генерал-бойцам, можете меня поздравить?» «Жена родила тройню». «Радост-радост, товарищ генерал!» Здесь все подряд можете читать. «Алло, это общество защиты животных?» «Да, но и кто тебя, козел, обидел?» «А вы, я чувствую, разбухарились». Это вдвойне приятно. Во-первых, когда человек смеется, он радуется чему-то, что само по себе замечательно, особенно в наше время. И второй смысл. Когда человек смеется, он еще и лечится. Да, мне медики объясняли. Вырабатываются какие-то гормоны, которые укрепляют наш иммунитет. Сейчас даже смехотерапевты появились. Я в одной телепередаче встретился с таким смехотерапевтом. Очаровательная женщина подошла и сказала, «Я смехотерапевт». Я говорю, «Очень приятно». «А я кто?» Нет, серьезно, они считают, что для того, чтобы поддерживать свое здоровье, нужно обязательно 15 минут в день смеяться. Вы уже сегодня, значит, на месяц вперед. У вас сегодня не только посещение театра, у вас оздоровительный сиянс. Смейтесь на здоровье. Тем более, вот, медицинская тема пошла. «Доктор, я буду ходить, только под себя». Хороший доктор, да? Доктор, после этой операции я могу быть папой? Конечно, только римским. А вот письмо студенту украинца домой. «Вышли с сала! Здравствуй, мама!» Украинца заходит в купе вагона, видит там трех негров и спрашивает, «Хлопцы, а шо тут горилла?» Видите, у меня полный интернационал, чтобы никому обидно не было. Армянское радио три часа молчало, потом объявило, «Передача для глухих окончена». Анатолий Кашпировский сказал девочке, «Брось костыль и иди». Она бросила и пошла. А чем она болела? Коклюшем. Во Внукове приземлился самолет, рейсом Кишинев-Москва. Пассажиры сходят с трапа, у одного сваливаются штаны. Он их подхватывает и говорит, «От, задолбал аэрофлот! То застегните ремни, то растегните ремни!» Дяденька, осторожно! Лестница с солидолом намазана. Молчи, сопляк-ляк-ляк! Бабушка, вы возле ипподрома живете, лошади вам не мешают? «Нет!» «Командир, подкинь четырех до вокзала! Так вас же трое! А ты что, не поедешь, что ли?» Вот политических анекдотов у нас почему-то с вами не стало. Но вот один не столько смешной, сколько остроумный я нашел. На рассмотрение Думы был вынесен проект Конституции, состоящий из двух пунктов. «Первое – не уби, второе – не укради!» «Дума работает над поправками!» «Мой бестолковый словарь, он претерпел очень много серий, очень много вариаций. Каждый раз мы думали, что это последнее. В первый раз мы вообще думали, что это одноразовая шутка. Но менялись времена, лексика менялась, интерпретация менялась, и появлялись новые, новые, новые расшифровки. И мне очень приятно, когда я вижу, что эта шутка превратилась в литературную игру. На многих страницах журналах и газет люди забавляются этой игрой. А мой словарь по-прежнему пополняется, сейчас я его достану здесь, новыми расшифровками. Вот, например, «Рублевка» – недорогая женщина. «Сосиски в тесте». Тесть объелся сосисками. Потерпевший так и не нашел в городе туалет. Не щадя живота своего, наши туристы у шведского стола. «Тити-мити» – «Митины любимые игрушки». Видно, как в разное время люди расшифровывают. Ку-ку, ку-ку, петух заикается. Ух, блин, ну, блин, вот, блин, масленица. Чутенька в тютеньку запорожец врезался в аку. Ча-ча-ча-ча – полторы бутылки чачи. Беляши – новенькие на пляже. мартышка. Мужчина восьмого марта. Дворяне – россияне, имеющие удобство во дворе. А есть слова, которые необходимо расчленять на слоги для того, чтобы дойти до нового смысла. Гали-матья – я-мать Гали. Папуаз – практолог высшей категории. Задиры – у Иры выдающийся зад. Шумахер – любитель тишины. Марихуана – Мария вышла замуж за Хуану. ЕГЭ – Е – нехорошая буква. Простофиля – Киркоров после развода. Блюдо – блюдо легкого поведения. Падаль – плохая фигуристка. Люба – Люба дорого. Люба знает себе цену. Мордобой – журнал «Плейбой», изданный в Мордовии. Зимбабве – место зимовки баб. Без сучка и задоринки. не мужик. Места не столь отдалённые. Первые десять рядов портера. Осталось мокрое место. Зритель слишком сильно смеялся. «Посмешище». Юмористический концерт более трёх часов. Это про нас. «Посмешниками» «Посмешниками» «Посмешниками в церковь работать». Все, все, все. В такой толкучке не разберёшь, куда идти, кому молиться, какими словами, какую икону выбрать своим спонсорам. «Прости, Господи». «Господи, где ты? Куда к тебе обращаться-то?» «Прости ты нас, но не научили нас этому делу. И всех святых слов знает только Господи, грех, аминь и свечка». Всё. Красавица какая с большой свечой пошла. Здорово, видать, нагрешила, какая свеча огромная. Да, да. Все к тебе потянулись. Господи, бедным сейчас тяжело живётся. Нам, богатым, чё говорить? Сколько у нас проблем. Никто же это не учитывает. Чем больше денег, тем больше проблем. Так, всё. Всё, не надо отвлекаться. Надо сосредоточиться и молиться. Времени мало, к сожалению. Вон пойду к тому нарисованному мужику с крыльями. Так, сосредоточиться и молиться. Всё. Молиться, молиться и ещё раз молиться. Не помню, кто сказал. И неважно, какими словами. Главное, чтобы я перед тобой был честен, Господи. Да? Ведь то, что я к тебе пришёл, это мне уже зачтётся. Да? Ну, мне так объяснили, я, собственно, из-за этого и пришёл. А иначе на кой я тогда сюда? Ой. Так, всё, начинаем молиться. С чего начать просить? Так, много ей что попросить. И списком же ему подавать. А, вот это. Господи, будь человеком. Не могу я так жить среди хапу. Помоги, пожалуйста. Сделай так, чтобы фирма, которая мне большие деньги должна, скорее бы мне вернула. Потому что уже все сроки, понимаешь. И... Ого. Что-то я не то говорю. У святого глаза выпечились. А, с Господом о деньгах нельзя. Да-да-да-да. Тем более в церкви. Да-да-да. Про гневить можно Всевышний. Он вообще кислород перекроет. Будешь тогда за тычкой в одном месте бегать, а? А бабка умная была о деньгах. Никогда в молитвах не упоминала слово. Дай шёпотом не произносил. Только пошли мы, Господи, силы и здоровья. Научи, как жить. О, научи. Это по-божески будет. Я им сейчас это продемонстрирую. Господи, научи меня, как мне жить. Намекни, надоунь, как мне эти деньги с этих сволочей обратно получать. Причём с процентами. Знаешь, Господи, какие там проценты? Там такие проценты. Тебе и не снились. Чё-то опять не то. У святого челюсть отвисает. Стой, 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 стой. Всё, всё. О деньгах больше ни слова. Всё. Клянусь самым дорогим, что он у меня есть. Шубой жены. Только о здоровьях, о силах, как бабка учила. Пошли мне, Господи, здоровья и сил. Главное, сил ты мне пошли. Чтобы этих сил мне хватило. Все эти деньги вместе с процентами домой унести. Ты чё ж трудно молиться, а? Красавица на колени встала. Как хороша в этой позе, а? Ах, как молиться, а? Аж лбом об пол бьётся. Больно. Может, и мне на колени брякнут, а? Может, поможет, а? Вряд ли не успею. Времени мало. Я со своим животом полкса опускаться буду. Кто-то пристроился. Что, старикану, лохмоть, мне молиться мешает. Тоже что-то от Господа требует, да? Чё, чё, чё? На пропитание. А, погоди, погоди, отец, прервись. Сколько тебе надо на пропитание? Сколько? Сколько, сколько? В день, что ли? А, в год. Это круто. Слушай, на тебе на 20 лет вперёд, только отойди. Не отвлекай, Господа, мелочи. Иди отсюда. Дай мне с ним о большом поговорить. Иди отсюда, я сказал. А сколько этот мужик в крыльях стоит, может, вообще? Я бы его повесил у себя в офисе. У меня была прямая связь с Господом. Нормальная сотовая связь. Иди отсюда. Тебе же Господь помог сегодня. А денег больше ни слова. Всё. Моё слово законно. Вот, увидишь, не скажу это слово. Другие скажу, а это нет. Мне. Мне. Эти зелёные бумажки. Я, конечно, могу к силовым структурам обратиться, они уж половину себе забирают. А ты добрый, бескорыстный, вот я к тебе пришёл. Прошу только одного. Вернёшь, что хочешь, я тебе сделаю. Я тебе столько свечей поставлю, сколько хочешь, куда хочешь, туда и поставлю. Ну что там свечи вернёшь, я в монастырь уйду в женский на два дня ночным сторожем. У меня там друг работает, один с работы не справляется. Всё, господи, извини, уже всё, опаздываю, всё, всё, всё. Я пошёл, я сегодня, между прочим, это спонсором работаю, да, открываю презентацию оперы Верди. Говорят, будет сам автор. Слушай, недолго я тут у тебя был, чувствую, сил набрался вообще. Да, ты молодец. Да, что сейчас пойду такого натворю, вон свой красавицы. Потом обратно к тебе приду, грехи замаливать. Правильно бабка говорила, не согрешишь, не покаешься, не покаешься, Господу не угодишь. Вывод, чтоб тебя угодить, больше грешить надо. Я к тебе теперь частенько приходить буду, пока решаемся. То есть ты по дружбе это... Я тебе часть процентов на храм отвалю. Бери, бери, тебе сейчас надо. Тебе строительство здесь неподалёку идёт. Причём такими темпами, видать, кто-то отвалил, да? Ну, чё, уговорились? Молчание сам знает, чё. А уговор дороже. Представьте себе, пожалуйста, что вы вышли на лоджию первого этажа. Перед лоджией густые зелёные заросли. И там в кустах, видимо, сидят мужики. Вот он знает, да. Почему видимо? Потому что вы их не видите, но очень хорошо слышите. Поэтому, видимо, они там сидят. Хотя и невидимо. Я их буду озвучивать, а вы будете представлять, что там творится. Идея у нас в баночке из сметаны. Вот она, в баночке. Чё-то у меня перед носом руками трясёшь. Я в баночку не попаду. Показываю, как руки трясутся. Ну ладно, всё, всё, будем. Давай. Что у нас на закусить? Веточка. Серёга, ты уже зуксил? Тогда хочу спросить. Ты монархист? Да нет, вроде. Мать русская, дед казак. У меня бабка казак. А я монархист. Ну ничего, бывает. А я, между прочим, элдерпист. Кто? Ну, который элдепере. Нифига себе, ему больше не наливай. Согласен, но за это надо выпить. На, закуси веточкой. Опять это веточкой. Что мы, бобры, что ли? Мы без пяти минут полистические деятели. Где бобры? С бобрами я ещё не пил. А с кем ты пил? С коммунистами. С демократами. Подумаешь, я два раза с тёщей пил. А тёща кто будет по полистическим убеждениям? Сволочь. Что у нас на повестке дня? Тос. Говори. Тос. Всё, всё. За это надо выпить. Иди на шветочки. А я её уже съёл. Всю веточку сожрал, а не? Ну ты, бобёр. Не ругайся ты, Элдер Пёр. Я сейчас еды принесу. Скажи, он же шёл? Не-не, он отпул. О, ну тогда пусть земля ему будет пухом. А то морду поцарапает. Я уже вернулся. Я вам веточку принёс. За это надо выпить. Дружба прежде всего. Чё-то веточка больно твёрдая. Не знаю, я её еле-еле отодрал. От забора. Щугун. Щугун. Ну, ничего, ничего. Жизнь научила. Если нельзя грызть, будем лизать. Чё-чё-чё ты мне ногу лижешь? Ой, извини, язык Светочки соскочил. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужики, я хочу... Здесь не надо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Согласен. А почему никто не наливает? Я наливаю. Уже давно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В баночку. Слышь, ты, бобёр. А чё ты в неё наливаешь, если бутылка у меня? АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, извините, задумался. АПЛОДИСМЕНТЫ Больше не повторится. АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, какой ужасный цвет. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо пойти провериться. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то пить из горлов News. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну ладно, будем. Ху, ху. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто там в кустах хрустит? Это я, Элдер Пёр. АПЛОДИСМЕНТЫ То есть бобёр. Слышь, ты, хорёк, чё ты там делаешь? Ветошку ем. А где наши чугунки? А я её уже съел. Ну ладно, будем Мужики А что было в баночке? Я выпил И почувствовал себя бобром Значит мы тут все бобры За это надо выпить Аплодисменты 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 Жена с тещей у меня жадные Втравили меня в эту Авантюру Чтобы я принял участие В боях без правил Эти организаторы Сказали что Если я победю Большие деньги заплатил Жене с тещей Если копыта отброшу В два раза больше Так они Жена с тещей Потом весь вечер Кричали моему противнику Мочи его Не, меня тоже подбадривали Не волнуйся Все у тебя будет нормально И девять дней И сорок Ну сразу перед боем Я надел белые тапочки Чтоб потом не переобуваться Чё там Народом за Смотрю Мой противник На ринг выходит Страшное лицо делает Сейчас, говорит Я из тебя Инвалида сделаю Да, думаю Мне бы льготы Не помешали бы Сейчас, говорит Применю болевой прием Нашел чем испугать Мы в какой стране живем Меня жизнь столько била Что я к боли привык Дали гонку Как начал меня дубасить Ну, думаю Молоти, молоти Если ног не жалко Ноги-то не железные Меня недавно Тойота сшибла Я отделался испугом А Тойоте пришлось Кузов менять Руками начал Бить по голове Дурак Голыми руками Против кости Тем более У меня там Двойная защита Черепная коробка И парик жены С бегудями Руки Начал выворачивать Они уже не выворачиваются Только прокручиваются Кусать начал Думаю Ну, кусай, кусай Да Меня как собаку укусило Ее долго лечили от бешенства Она до сих пор Столбики с прохожими путает Так и бегает С поднятой ногой Как будто голосует за кого-то Этот дурак Делал меня По шею ударил Он же не знал Что у меня шея Самое накаченное место Там всю жизнь Теща сидит Чего только не делал Ой Душить начал Тридцать минут душил Аж сам весь посинел Зануда, а Я ему говорю Чего ты мутишься вообще Меня налоговый инспектор Третий год придушить не может Меня Милиция душила Санэпидстанция Государство Коллеги Рэкет А я до сих пор Назло всем жив Давай Давай Пей Ну Давай Молотик поразит По правой ноге А я ее давно уже не чувствую Мне ее теща сглазила Так и сказала Чтоб ноги твоей здесь больше не было А этот дурачок Взял меня на спину Завалил И со всего махом Мне на живот Прыгнул Сам виноват Что голову себе разбил А потолок Нашел куда прыгать На мой живот Он у меня от пива Давно как батут Этот все Старался Ниже пояса угодить Он не знал Что у меня там Капитальная защита Я перед боем Виагру принял Гарантии на 5 часов Этот все По Виагре Лупин На бой И сам от боли Корчится Правильно в народе говорят Против лома нет приема И все таки победил я Знаете как В ближнем бою Провел свой коронный удар Дыхнул на противника Перегаром Сами сказали Бои без правил На торгах Московской биржи Рубль упал На 100 пунктов Что в нашей деревне Делается Все куда-то Движется Все с ума Сходило Я сейчас всего боюсь Самолетом летать Боюсь Вдруг угонят В Америку Я по-американски Только одну фразу знаю How do you do Я всех имел ввиду В поликлинику Ходить боюсь Дожили В поликлинику Боюсь ходить Недавно врач Со мной Такой учудил Прописал таблетки Четыре раза в день После еды Где четыре раза в день Еды достану На какие шиши Буду ходить Обязать к врачу Прописал Пусть кормят И все Жениться боюсь Ну холостом Легче все-таки Как-то Соседка поразит Каждый день пугает Поражение Это поражение Это поражение Я говорю На тебе что ли Ты уже двоих В гроб загнала Она как закричит Бог троицу любит Раньше Стратил налево Направо Сейчас боюсь Я на всем экономлю Даже на гостях Гости сейчас пошли Такие Ой Так норовят У тебя позавтракать Чтоб дома Три дня не обедать Так жрут Аж затылки краснеют Недавно Сварил гостям кофе Спрашиваю Вы сколько ложечек Сахара кладете В чашечку Они говорят Дома одну В гостях Можно шесть Я говорю Чувствуете себя Как дома Ну а что делать Когда зарплату По полгода задерживают По полгода Нет у них наличных Придумали платить Готовые продукции Соседу Хорошо Он на мясокомбинате Работает Получку приносит Тушу Весь дом сбегается Кому ляжки Кому грудинка Соседки пенсионерки Задаром рога Чтоб копыта не отбродила А мне что приказки делать Я в типографии работаю Мне в получку Дали сто экземпляров Романа Достоевского Идиот Пошел по дому продавать Звоню в квартиру Спрашиваю Идиот не нужен Они своей хватает На первом этаже Слушаю Нужен Заходи Открывается дверь Уходит Два балла В белых Строго так спрашиваю Фамилия Я растерялся Говорю Достоевский Они обрагаются Здравствуй Федя Мы братья Карамазовы Меня под белой рученьки В одну палату С этим С Тургеневым Который как закричит Сейчас я из тебя Муму сделаю Чуть со страхом не помер Спасибо Наполеону Приказал скакать С пакетом Кутузова Я же вот скакал Верхом на мужике Который вообразил Что он лошадь Из программы Вести Телевизор боюсь включать По первой программе Грабят По второму убивают По треки насилуют По четвертых Ампилов Так в мегафон Вопит Будто Ельциным Думаю что ты дверь прищемил По улицам ходить боюсь Бронежилет уже достал Еще обещали достать Бронетрусы Ну действительно Какие-то пацаны идут Я побежал Сейчас в нашей деревне Начинает работу Будка гласности Любой человек Может зайти В эту будку И в скрытую камеру Наговорить все Что ему взбрендит Алло Куда говорить В какую дырку Да лишь минуту Я же не успею Не в каждую дырку Скажешь Я тут как-то гулял По горам Заглянул в дырку Оттуда пояс выскочал Ах Свет подаст Ну не дают Сказать инвалиду А Маша Если ты меня слышишь То знай Я беляш съел На все командировочные Маш Вышли зарплату Я еще чугурек Уплю Слушайте Я вас внимательно спрашиваю Что это за песня сегодня поешь У меня лох высокий Понять не могу Не доходя До чердака Что это за песня Ты моя банька Я твой тазик Ты бачок Я унитазик Как это понять Что это такое А что это за песня Твои зеленые лосины Твои зеленые лосины Во мне Самом Родят лося Мужики Тоже Что поют Что поют А ну давай Наяривай 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 А что это Шнур от утюга Выскочил Дочка кричит Папа я Сунь вилку В резетку Ну я Сунул Меня так Замкнуло Хорошо Хоть в радио Редетку Я голосом Диктор Передаю сигнал Точного времени Ты Ты Как пикал До вечера Старость Мне радость Конечно Спасибо Нашим властям Надо сказать Они сейчас Многим До старших Даже Не дадут Точно Говорю Что Меня Сегодня Мопает А В разные Стороны Как Правительство А Сейчас Дума Отвалится Точно Смешально Цык Меня Нет К вам На прием Не попадешь Поэтому Я С будки Вот Заплелось Понял Нет Смешно 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 Сказал Что мы Из Гришки Пили Мы Не пили Мы Музей Ходили Музей Ахренело 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 Музей Костей Там Костей Куда Пошла Поломалась Что ли Там Костей Нашей столовой Столько Нету Не понравилось Мне Эта Экскурроводка Близорука Змея Рассказывает Про динозавра А указку Показывает На меня Плюнул Пошел По музею Вдруг Вижно Переставил Гришка Стоит На Четвереньках Главное Стоит Гришка А под ним Написано Орангутан Гришка Говорит Связай Со своего Педестана Тебя Дома Твоя Макака Ждет Мы Не пили Мы Музей Ходили Честные Слово Куда Чит 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 Хлеб, бельды от балды, 6 тысяч рублей, обалдеть. Ему льды, мама льды, твою льды, это жизнь. Ты меня понял, мурды? Ты ж не дурды, я не дурды, а эти балды все талды, талды, талды. В результате пилшой ерунды, пилшой. Посмотри на меня, друг-мочь. Кто я? Грузин, асетин, лезгин. Ты читал стихи? Кавказ подо мною, адын, вишня. Кто сочинил? Сандро Пушкин сочинил. Слушай, зачем делить эту кровь? Это капли русские, это киргизские. Мой дедушка грузин, знал по-русски два слова, здравствуй и луплю. Ему хватило, чтобы жениться на моей бабочке узбечке, которая по-русски говорила только саляму алейкум. У них родилась моя мама, красавица. Черные глаза, рыжий бровь, 800 косичек. И нос, как у меня, полтора метра. Она вышла замуж за эстонца. А кто я? Украинец. Украинский джигит узбекского разлива. Запомни, если цыган женился на еврейке, у них родится кто? Цыгейка. Если карел женится на лезгинке, будет корзинка. Если чувашь возьмет невесту от бурятки и грека, появится чубурека. И не будет тогда такой позорной нации, беженец. А будет одна, хороший человек. Тест. В какой стране вы живете? Вопросы и серия ответов. Пахнет ли у вас в подъезде? А. Ну. Б. А. В. Не могу говорить, режет глаза. Как вы расслабляетесь после работы? А. Дринк виски. Б. Баварое пиво. В. Не помню. Закусываете ли вы шампанское в облы? А. It's bad. Б. Nein. В. Только когда есть шампанское. А. Что вы обычно едите на завтрак? А. Хот-дог. Б. Баварская сосиска. В. Рассол. Какую валюту вы получаете на зарплату? А. Долларс. Б. Евро. В. Копейки. Сколько кур вы держите на балконе? А. I haven't eaten. Б. Не одна. В. Это не куры, это козы такие маленькие. Ваш личный автомобиль? А. Кадиллак. Б. Мерседес. В. Икарус. Короче, вариант. Садитесь ли вы нетрезвым за руль? А. No. Б. Nein. В. Не сажусь. Я за него вползаю. Любите ли вы пить на морозе ледяное пиво? А. No. Б. Nein. В. Обожаю. Как зовут вашего домашнего зверяка? А. Cat. Б. Dog. В. Скотина. Верите ли вы, что собрав пять крыжечек от пива, вы поедете в Англию? А. No. Б. Nein. В. Не верю, но собираю. Вреетесь ли вы одним лезвием по полгода? Это про меня. Вы знаете, я никак не могу достать вот это целиковое лезвие. Они продаются? Все по полу. Я, эти жилеты... У меня станок старый. Продается, да? Надо будет купить. Бреетесь ли вы одним лезвием по полгода? А. No. B. Nein. В. Да. А если не делюсь с женой, то и год. И все. Как вы выражаете удивление? А. Вау. Б. Ой, я. В. Вау, блин, ой. В нашу жизнь входят новые слова, новые понятия. Я, кстати, недавно выступал в Киеве. Оказывается, у них на Украине там ГАИ переименовано. Сейчас у них это называется державная автоинспекция. Получилось доимно. А. У них очевидно. А. Действительно, входят новые понятия, новые слова. Некоторые из них мы и выговорить с первого раза не можем. Я сам видел, как на экране диктор три раза пытался произнести слово одномандатный. А. А. Чё, было? А. Он, видать, с утра губы не размял. А. Я знаю, чё это такое, у меня иногда бывает. А. Я сейчас попытаюсь изобразить, чё он сделал. А. Я только за него покраснеть не смогу. А. Ну, имею право повторять, раз по телевизору прошло. А. А. Так, значит, он сказал так. «Одна-модна». Одна-модна. А. 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 Разморозился. А. 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 «О, умер». А, наверное, замечали за собой. Обычно в такие моменты сочувствуешь человеку. Думаешь, ну, давай, давай. А. 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 Выгнали бы с работы в три шеи, а сейчас нормально сидит, работает. И правильно, не надо его наказывать. Хорошее слово нашел. Подходящий для наших депутатов. Весело живем. Очень весело. Глаза разбегаются у газетных киосков от названий газеты статей. Кромешная мгла. Убийство по-саратовски. Оргазм гробу. Ищу спутника жизни на время отпуска в горах. Снимаюсь в фильмах ужаса без грима. Доставлю сексуальное удовольствие в любое место. Чего только они не пишут. Вши съели пограничника. В Монголии произведена первая в мире пересадка аппендикса. Кому он нужен, этот аппендикс? Я понимаю, это делается в коммерческих целях. Вон, на прилавке, на улице продавали эту книгу детскую. Три поросенка. Чтобы ее быстрее продать, продавец подписал. Появик! Я говорю, вон у тебя Анна Каренина стоит. Ты подпиши. Эротический триллинг. Подписал. В наше время истекло. Будьте здоровы. Действительно весело живем. Интересно. Молодежь зарабатывать начала. Мальчику 6 лет. Он уже протирает окна автомобиля. Находчивый. Подбегает к автомашине. Кричит. Дяденька, дай денег. А то я грязной тряпкой. Как мазану тебя, тетя не узнает. Везде весело. Оживились профессиональные нищие. В подземном переходе сидит дяденька. Лицо килограмм шестьдесят весело. На нем андаторовая шапка. На шапке надпись. Я слепой. Беру только валюту. Живем, как на маскараде. Куда ни приедешь. Президенты. Парламенты. Спикеры. Телохранители. Словно Господь Бог. Разрисовал нашу землю цветными карандашами. В самолете стюардесс тележку катит с одной минеральной водой. Улыбаясь, спрашивает. Что пить будете? Немцы летели в нашем самолете в Тюмень. Где-то в Сибири. Они сели, значит, в этот самолет. И летели в Тюмень. И очень удивлялись. Почему несколько человек летело стоя. Они никогда такого не видели. Семь человек как в трамвае стоят. И летят себе спокойненько в Тюмень. Ну, водила подбросил. Причем один пьет пиво из этой банки. Держится за сидящего немца. И капает на него. Весело живем. Все переименовываем. Что надо. Что не надо. У нас в Москве в центре все же переименовали. В чем провинились перед нами, позвольте вас спросить, великие русские композиторы, писатели, артисты. Почему отменили их улицы? У нас сейчас нет Пушкинской улицы. Улицы Качалова. Да многих. Сто лет МХАТу будем отмечать. Приготовили подарочек к любимому театру. Отменили проезд художественного театра. Он теперь называется Камергерский проезд. Что, так лучше? Слушай, в самом начале перестройки, с этой сцены я вопил о том, что нужно возвращать улицам и городам исконные названия. Но я же не знал, что нас так шарахает из стороны в сторону. Это ведь даже уже и не без культуре. Это почище будет. Это равнодушие, от которого веет концом света. Кстати, милицию скоро переименуют в полицию. Солидно будет, полицейский. Не важно, что у него в кубуре огурец. Не важно, что у него живот, как рюкзак альпиниста. Рубашка не сходится между двумя пуговицами, пупово торчит на свисток, похоже. Зато полицейский. Весело. Мы единственная страна в мире, где на открытом шоссе встречные водители мигают друг другу фарами, предупреждая о том, что в кустах спрятался предприимчивый работник ГАИ. Весело живем. В нашу жизнь входят новые слова, новые понятия. Я, кстати, недавно выступал в Киеве. Оказывается, у них на Украине там ГАИ переименовано. Сейчас у них это называется державная автоинспекция. Получилось ДАИ. У них как шли. Весело живем. Глаза разбегаются у газетных киосков от названия газеты статей «Кромешная мгла. Убийство по-саратовски. Оргазм в гробу». Раньше из газеты в газету, ну, вы помните, одно и то же печатли. Тракторист намолотил закрома Родины. Никто не видел, но он молотил туда что-то. Доярка туда тоже что-то надоела. Присел и надоел туда. А сейчас одна газета интереснее другой. Ищу спутника жизни на время отпуска в горах. Снимаюсь в фильмах ужаса без грима. Доставлю сексуальное удовольствие в любое место. Чего только они не пишут. Вши съели пограничника. В Монголии произведена первая в мире пересадка аппендикса. Кому он нужен, этот аппендикс? Я понимаю, это делается в коммерческих целях. Вон, на прилавке на улице продавали эту книгу детскую. Три поросенка. Чтобы ее быстрее продать, продавец подписал. Боевик! Я говорю, вон у тебя Анна Каренина стоит. Ты подпиши. Эротический триллер. Подписал. Так что за счет объявлений сейчас газеты действительно выживают. Ой, недавно смешное объявление читал. С удовольствием выйду замуж за пожилого немца, чтобы отомстить за своего дедушку. А вот, по-моему, смешнее не бывает. Мечтаю познакомиться с хохлом любой национальности. Это уже пример интернационализма. И тут же сенсации, сенсации. Разве может сегодня газета без сенсации? Труп Гитлера хранится в сейфе КГБ. Под Кремлем нашли город. Там живут барабашки с колобушками. Лужков и Жванецкие родные братья. Кепку Лужков видели? Бронированная. Лайза Минелли, любовница Черномырдина. Майкл Джексон, племянник Назарбаева. Мавроди, Мавроди, сын Маврикин. Лёня Голубков, внук Шарикова. Горький пил горькую. Бухарин бухал, Киров кирял. Чернышевский вообще импотентным был. С отчаяния книжку написал. Что делать, что делать? Мичурин, Мичурин погиб от того, что полез на ёлку за укропом. Его арбузами завалило просто. Нашу женщину-археолога в Египте изнасиловала мумию. Да, фотография женщин была в газете. Читатели поверили, но на такую только мумия позарится. Чё только не узнаешь из наших газет. Ой, например, у какого-то нефтянника на Кольском полуострове. Там, правда, нефти нет. Но они всё равно пишут. От сглаза на носу выросло свиное рыло. А жена ничего не знала, в потьмах всё перепутала. И сунул ему в пятак вилку от торшера. Торшер перегорел. Тут же реклама женского белья со встроенной сигнализацией, разработанной сигнализацией на бывшем военном заводе срабатывает на чужие мужские отпечатки пальцев. Стоит незапрограммированной мужской руке. Дотронуться до трусиков. Тут же в трусиков взрывается лимонка. Или срабатывает мышеловка с ядерной боеголовкой. А какие полезные советы. Как приворожить мужа? Нужно понюхать дым пепла сожжённого зуба любимого человека. Или пропустить свою мочу сквозь его вентяльное кольцо. Три раза. Не снимая кольца. Как это можно сделать? Это же неизвестно. Им лишь бы написать. Последняя страница вся в анекдотах. Причём в бесстыжих. Им всё равно будут наши дети читать. Это не будут. Им главное газету продать. Сейчас в редакциях считают, что анекдот должен быть пошлым, смешным и обязательно о правительстве. Например, девушку спрашивают. Скажите, вы могли бы полюбить радикала? Она переспрашивает. Ради чего? Весело живём. О, жило телевидение. Особенно с появлением этих бесконечных телесериалов на всех каналах. Бразильские, мексиканские, американские, какие угодно. Схема такая. Папа. Я не хочу выходить замуж за Гонсало. Я вообще не люблю сало. Я тебе прямо скажу, что кухня оптами в разнице. Холодильники, морозильники, паяльники, мочугальники. Ракель! Ты отец! Я не Ракель, я Рут. У меня ботинки жмут. Проктор Н. Гэмбл. Мыльная пенка прямо вам в зенке. Шамфун и кондиционер в одном флаконе. Люди пишут, они не понимают, как пить этот флакон. Видал сосун? Видал сосун? Так хоть сказать, не видал. Иногда рекламу насмотрюсь, чувствую, всё, сейчас мне будет эфиралган у пца. И у пца, и у кошки. Как-то из-за стенки слышу. Му-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Думал, корову мычет. Нет, это соседи, мылки вы объялись. Слушайте, я вам давно хотел сказать, эти прокладки вообще... Это такая прелесть. Я их ни на что не променяю. Что, я в них себя свободно чувствую? Могу белые надеть. А мне плевать на эти три правила. Я заметил, у них такие чудные эти вы... Да, я улетаю. Самое главное, я в них всегда сухой. Сколько бы я и не вы... А вот вы смеётесь, я уже в который раз смеюсь над этим делом. А совсем недавно, я глазам своим не поверил, развернул газету, по-моему, какую-то московскую газету, и прочитал. А как-то, знаете, кто этими прокладками пользуется? Не поверите, милиционеры. Они же в любую погоду тусуются на улице. Сляхать, снег. Они их как стельки вырезают. И богу. Дальше, мужики, учтите, хороший метод. Наш народ голыми руками возьмёшь. Он обычно всё время что-то придумывает, приспосабливается. Папа! А что это за штаны такие? Это Джинкс и Джордан. А чём такие большие грязные рваны? А потому что в них выросла вся Америка. А теперь нам, значит, прислали. И будут наши потомки хохотать над нами. И правильно. Потому что с нашим, как-то теперь говорят, менталитетом. Мы не можем жить хорошо. Мы должны жить весело. Весело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня на торгах московской биржи рубль упал на 100 пунктов. Что в нашей деревне делается? Все куда-то движется, все с ума сходило. Я сейчас всего боюсь, самолетом летать боюсь. Вдруг угонят в Америку. Я по-американски только одну фразу знаю. «How do you do you do?» Я во всех имел в виду. В поликлинику ходить боюсь. Дожили, в поликлинику боюсь ходить. Недавно врач со мной такой учудил. Прописал таблетки четыре раза в день после еды. Десять четыре раза в день еды достану. На какие шиши? Буду ходить обедать к врачу. Прописал, пусть кормят и все. Жениться боюсь я. Ну, холостому легче все-таки как-то. Соседка поразит, каждый день пугает. Поражение-то, поражение-то, поражение-то. Я говорю, на тебе что ли? Ты уже двоих в гроб загнала. Она как закричит, «Бог троицу любит!» Раньше тратил налево-направо. Сейчас боюсь я, на всем экономлю, даже на гостях. Гости сейчас пошли. Такие, ой, так норовят у тебя позавтракать, позавтракать, чтобы дома три дня не обедать. Так жрут. Аж затылки краснеют. Недавно сварил гостям кофе, спрашиваю, вы сколько ложечек сахара кладете в чашечку? Они говорят, дома одну в гостях можно шесть. Я говорю, чувствуете себя как дома? Ну, а что делать, когда зарплату по полгода задерживать? По полгода нет у них наличных, придумали платить готовой продукции. Соседу хорошо, он на мясокомбинате работает. Получку приносит, душу, весь дом сбегается. Кому ляжки, кому грудинка, соседке-пенсионерке, задаром рога, чтобы копыта не отбородила. А мне что прикажете делать? Я в типографии работаю. Мне в Получку дали сто экземпляров Романа Достоевского «Идиот». Пошел по дому продавать. Звоню в квартиру, спрашиваю, «Идиот, не нужен мне?» Они говорят, «Своих хватает». На первом этаже, слушай, «Нужен, заходи!» Открывается дверь, уходит два балла в белых баллах. Строго так спрашиваю, «Фамилия?» Я растерялся, говорю, «Достоевский». Они обрадовались. «Здравствуй, Федя! Мы брать Карамазовый!» Меня под белой рученькой в одну палату с этим, с Тургеневым. Строгеневым. Который как-то закричал. «Сейчас я из тебя муму сделаю!» Чуть со страху не помер. «Спасибо Наполеону!» Приказал скакать с пакетом Кутузова. Я его скакал верхом на мужике, который вообразил, что он лошадь из программы «Вести». Телевизор боюсь включать. Во-первых, программе грабят, во-вторых, убивают, по-третьи насилуют, по-четвертых, ампилов так в мегафон вопит, будто Елькин ему что-то дверь прищемил. По улицам ходить боюсь. Бронежилет уже достал. Еще обещали достать бронетрусы. Действительно, как эти пацаны идут. «Я побежал!» Телефоны. Муж и жена лежат в постели, оба с мобильными. У них секс по СМС. Представляете, что он ей там набирает? Сейчас действительно все звонят друг другу. Сейчас это уже обычная вещь, телефон сотовый. Самый распространенный вопрос, знаете, какую статистика установила? «Ты где?» С таким подозрением. Давай, ну, признавайся. «Где ты?» «Я хочу знать!» «Где ты?» А самый распространенный ответ, как вы думаете, какой? Как? «Здесь!» «Это конкретно, но непонятно!» «Какой еще вариант будет?» «На рыбалке!» «Где?» «В метро!» «На рыбалке!» «На рыбалке, в метро!» Вот как устроена человеческая память. Мы не помним то, что мы чаще всего говорим. Я сейчас вам скажу, вы засмеетесь от того, что вспомните, что это действительно так. Самый распространенный ответ, «Я уже подъезжаю!» Вот, вот. Не важно, что через три часа. Вот, сейчас. Готовь еду. Все. Весело живем. У нас видеооператы показывают и продают фильмы на DVD раньше того, как они выйдут в Америке. Молодцы видеооператы. Очень быстро, оперативно действуете. Только будьте, пожалуйста, пограмотнее. А то я сам читал на самоопальном диске. Было написано «Пятый элемент». У них три слова получились. Они люди нежадные. Три слова. Значит, «Девятая рвота». Они же сами печатали на компьютере. Иногда ошибаются. «Цибирский сирюльник». На Украине перевели «Крестный отец». Написали «Кум». Весело живем. Телевидение у нас очень веселое. Сейчас по двум и даже по трем программам идут одновременно медицинские передачи. Очень здорово придумано. Переключаешь там про ратикулит, переключаешь про геморрой. Боже мой. Одно и то же. Одна дама там подчеркнула потрясающий рецепт от морщин. Она на ночь выпивает три литра пива и утром такая гладенькая. Ни одной морщинки. Ну, телевидение у нас действительно веселое. Танцы со звездами. Танцы на льду со звездами. Цирк со звездами. Бокс со звездами придумали. Значит, по идее создателей, люди должны получать удовольствие, как звезды дубасят друг друга по лицу. Уже не лицо, а кровавое месиво. Ну, я не думаю, что это правильная передача. Надо было сделать не со звездами, надо было сделать бокс с политиками. И не надо денег тратить на выбор. И все. Весело живем. Газеты пишут что угодно. Не дам заметку прочитал про то, что на Ленинградском шоссе, это у нас в Москве, значит, я иногородним объясняю. Значит, произошел инцидент между работниками ГАИ и проститутками. Разборка шла из-за мест на обочине. Сейчас в ГАИ началась борьба со взятками на дорогах. Это означает, что цены повысились. Ну, работники ГАИ веселые ребята, надо отдать им должное. Они когда меня останавливают, они улыбаются. Вообще, если вы посмотрите на людей моими глазами, вы увидите только улыбающихся людей. Как сказал один театральный критик, они тебе возвращают улыбки. И для меня это чрезвычайно дорого. Вот и ГАИшники тоже рассказывают всякие байки, про ГАИ мне веселые, анекдоты. Один недавно анекдот такой рассказал. Попал работник ГИБДД на тот свет. Апостол Петр говорит, слева рай, справа ад. Выбирай, куда ты хочешь. ГАИшник почесал затылок, говорит, а можно я здесь на перекрестке останусь? Его понять можно. Весело живем, чего только не происходит в нашей веселой жизни. Вот такой случай могу рассказать. Это было весной, в апреле месяце, буквально за неделю перед нашей Пасхой. И вот мужчина шел по Тверской улице вниз к Манежу, видимо, приезжий, искал магазинчик, где можно было бы купить, может быть, молитвенник, может быть, крестик, может быть, иконку. Видимо, хотел сделать подарки к Пасхе своим близким. И вот, значит, не доходя квартал до Манежа, он свернул налево в переулочек, не заметил даже, как свернул, и зашел в первый, попавшийся в подъезд. Подъезд был служебным входом Государственной Думы. Но он не понимал, куда он зашел, поэтому спросил у охранника, скажите, нельзя ли у вас купить иконку, молитвенник, может быть, даже крестик. Ему сказали, ты что, сдурел? Здесь Государственная Дума, здесь ничего святого. Весело живем, вот уж действительно весело. Электронная почта забита спамом. Спам, как вы знаете, рекламные рассылки. Открываешь почту, а там лучшие средства для увеличения груди лупа. Весело живем. Торговля у нас очень веселая. Заходишь на какой-нибудь рынок, туфли цивилизованно лежат между капустой и помидорами, в центре салон педикюра, тут же женская консультация, мужчинам скидка. Скажите, почем это голова хряка с ушами на прилавке? Это не голова хряка с ушами, это продавец уснул, иди отсюда. Я сам видел на трассе черная табличка, была написана мелом, молоко, творог, цемент, все вкусные. Самое смешное, когда новые объявления клеят на старые. Старые из-под новых вылезают, если прочитать как одно, можно сойти с ума. Продается девушка, цвет мокрый асфальт, пробег 90 тысяч, кабель недавно ощенилась. весело живем. У народа денег не хватает, а эти рекламные растяжки дразнят. Мерседесы, Мерседесы, всего за 100 тысяч уе, чё там, расхватывай, давай, плати, катайся. БМВ, всего за 90, давай. Но наши производители аппетиков привязаны к одной веревочке. От шампуня волосы становятся гуще на 300%. Не дай бог, если на ноги попадет, в своих волосах заблудишься. Хочешь сильных ощущений, съешь селедку с молоком. Как же это там было? Привет, я нац. Привет, я мозг. Привет, я трава. Именно я помогаю мозгу разговаривать с шоколадками. У меня сейчас с приветом было как же там. Во рту встретились два орбита. Ну, эти подушечки. Почему-то их изображают две девушки с пылесосами во рту. Видели их, да? Привет, подушка. Привет, подстилка. Моющие средства 100 в 1. Для мытья головы, ламината. И нежный кожи век растворяет ржавчину, устраняет накид. Со вкусом манго и картофеля. Одну ногу я побрил обычным станком, другую дерево обрабатываешь. Ну, все время домысливаешь. Дедушка любит черный, папа Бородинский, мама сладкую сдобу, но когда мы собираемся вместе, мы кушаем водку. Наши подгузники впитывают до 30 литров влаги. Ребенок остается сухим, но с места сдвинуться не может. Весело живем. Рекламируем все. От автомобилей до собачьих кормов. А вот меня интересует, кто определяет, что корм для собаки стал вкуснее? Покажите мне этого человека. Весело живем. Культурный уровень очень важен, но ничего не поделаешь, это факт. Про меня столько небылиц написали, ну, все вверх тормашками, все придумано, какие-то детали, какие-то что-то невероятное. Ну, может быть, вы читали, например, нас с Еленой Григорьевной уже два или три года разводят в газетах. Читали про это? Вот я вам честно говорю, ни одного слова правды. Мы 24 года вместе и ни разу не поссорились. Как так можно писать? Удивительно, просто. Мне остается только смеяться над их сенсациями. Сенсация. В Воронеже нашли мумию, которая пролежала там несколько тысяч лет, теперь встала, обматерила всех и легла обратно. Сенсация. Найдено лекарство от всего. Только платите денежки. Масло из клюва суслика. Лечит и насморк, и косоглазие, смотря, куда капнет. Террористы захватили ликероводочный завод, пятые сутки не могут сформулировать свои требования. Установили, что седалищный нерв очень тонко чувствует приближающиеся приключения. Вот это правильное открытие. Кстати, об открытиях. Ученые в медицине сделали потрясающее открытие. Если парализованному человеку показать телевизионную передачу Дом-2, то через 40 минут он встает и уходит. Вот так вот. Я честно вам скажу, я не видел это шоу, но говорят, очень интеллектуальное. Многие смотрят, и поэтому у нас на телевидении говорят, что эта передача поселилась на экране надолго. Представляете, лет 40 пройдет, Дом-2 будет называться Дом престарелых-2, и ведущая останется та же. Здравствуйте, я Ксения Колчак. Мне 90 лет, я веду передачу Дурдом-2. Весело живем. Пошли в моду пластические операции. Дожили. Дорогие наши женщины, родные наши, не делайте этого. Это очень опасно. Я понимаю, хочется выглядеть молодой, но не таким путем. Одна известная актриса пришла в клинику. Сделайте мне глаза, как у Шерон Стон, нос, как у Николь Кидман, ноги, как у Ким Бессенджер, все остальное, как у Клавдии Шифер. Но ей сделали. Но клиника-то наша. Откуда они знают, как там у Шифера? Они Шифер видели только Нет, по отдельности у нее нормально все получилось. А вот все вместе вылитый Армен Джигарханян. Она так и ходит последнее время. Весело живем. Кругом масса частных клиник. Анализы по телефону, лечение по фотографии. Причем лечение долго, если анализы показали, что у клиента есть деньги. Сейчас у врачей две мечты, чтобы бедные никогда не болели и чтобы богатые никогда не выздоравливали. Одному богатому человеку сделали за большие деньги операцию, вырезали аппендицит, заодно и гланды. Раз уж они вошли, они пошли наверх. Что останавливаются за такие деньги? На следующий день врач к нему заходит в палату и говорит извините пожалуйста придется повторную операцию сделать. С чего это? А я у вас в животе забыл пинцет и перчатки. Ты че сдурел? На тебе деньги купи себе новые. Недавно в министерство здравоохранения пришла телега на одного врача скорой помощи. Приехал врач в дупель пьяный, сделал укол в диван и уехал. Даже фамилию не спросил. Дивана. Редактор субтитров субтитров не спросил. Корректор Редактор субтитров не спросил. Корректор 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 Редактор Редактор А сейчас по телевидению просто ёпара сетейка. Сейчас наши детишки так просвещаются по телевидению. Такой академик проходит. Что вы. Раньше это было до 16 смотреть нельзя. Сейчас все лучше детям. Детское шампанское уже выпустили. Представляете? Скоро появится наверное детская водка. А там глядишь и детский рассол появится. Чего там? Давайте все лучше детям. Мы должны вдумываемся этот телевизор это как капкан что ли. Очень серьезное воздействие он оказывает. Они же воспитаны на этих джаги-джаги муси-пуси мармеладный мой пи-пи Я как-то увязался с ними на концерт пошел на этих знаменитых трататушек Слушайте в зале сплошной молодняк стоналки кричалки экстаз спрашиваю одной угоревшей девчушки девочка ты учишься? Она говорит нет я уже умею Что она умеет? Живут без мечты Правда у моего есть мечта Он мечтает о мобильнике третьего поколения Я это так понимаю Два поколения Копили деньги, третий покупает Ну да А что вы хотите? Недавно нашел у своего в дневнике запись Вчера проводил беседу с отцом на сексуальные темы Дуб дубом Ужас просто Ну а сейчас по телевидению сплошные прозрачные проекты Окна, стекла, дом сейчас появился Еще там что-то такое Моя жена как-то заглянула под это стекло Полдня оторваться не могла Потом говорит, какой позор, какой стыд Безобразие, пошлость Я говорю, а что ж ты полдня оторваться-то не могла? Она говорит, я не туда смотрю, куда ты смотришь Я им в глаза хочу посмотреть В школах Девочки, мальчиков уже не волнуйте Девочки для них уже не прекрасные феи Я куча молекул Да и девочки раньше мечтали побыстрее замуж выскочить А сейчас вот недавно моих знакомых Собственная дочь удивила Замуж, говорит, не пойду С вами жить буду У вас, наверное, тоже самое в семье Я понимаю Ну, это удивительно Как они реагируют на все эти фильмы Мозгов-то, собственно, нет еще Вот, значит, подражают этим мачо Мой уже не просит просто так чаю Он как-то по-своему Пап, замочи пакетик У нас на кухне висела памятка Значит, поел, помой посуду Он ее отредактировал Принял корм Убери корыто Я бы сказал Сознательно как-то в себе Нахальство выращивает Недавно он в каком-то театре был Значит, на концерте, может быть, не знаю В буфете в Антракте Купил, значит, пирожок с мясом И спрашивают у буфетчицы А это мясо внутри пирожка Оно раньше лаяло или мяукало? А вот, видимо, тоже дома такой оболтус растет Она ему говорит Нет, оно раньше всякую фигню спрашивало Папа говорит У меня к тебе два вопроса Можно ли мне получать побольше карманных денег? И второй Почему нет? Как-то захотел его выпороть Ты можешь меня бить, папа Но учти, я все вымещу на твоих внуках Такой умный А когда его дружок Вадик ногу подвернул Он позвонил в скорую и закричал Скорая, побыстрее Призвоните мне А то я по мобильнику говорю Хитрющий Недавно звонит, значит Жена подходит Алло Мам, позови папу Алло Пап Спартак выиграл? Да, конечно Дай маму Алло Мам, папа разрешил? Ты ж слышала Ну и что ты с ним будешь делать-то, а? Хитрющий такой Недавно спрашиваю Как дела в школе? Он мне не хочет сказать Что остался на второй год Он говорит Контракт с пятым классом Продлен еще на год Ужас просто Колись, сынок Ты куришь? Колюсь, пап Колюсь Пап, одолжи нам с девушкой На вечер автомобиль Бери, но в нем нет бензина Она мне не надо Телевизор Это великий Гипнотизер Помните, когда-то Кинули клич Позвоните родителям И тысячи Спохватившись Начали звонить Своим папам И мамам Сейчас тоже Хочется крикнуть Берегите детей Чтобы Родители Вспомнили Эту простую фразу Детям до шестнадцати Смотреть Не разрешается Доченька Алло Доченька Это ты? Не волнуйся ты только Я тебе из больницы звоню Шел по улице Поскользнулся Упал Очнулся в больнице Нога в гипсе Вот только места у них не было Ты не волнуйся Дочи Они положили меня В родильное отделение Здесь хорошо А одни женщины кругом Мата почти нет Они меня приняли Как родную В свой коллектив На днях Врач приходил Сказал, что я скоро рожу Главное Сел на постель Спрашивает Что у вас болит? Я говорю Нога На которую вы сели А что с ногой? Перелом Он говорит Это родом Не помеха А вот грудь У вас Маленькая Будут Проблемы С кормлением Потом Начал Живот Щупать И говорит Плод Прощупывается Опа По-моему Мальчик Это какой мальчик? Это ключ От квартиры Может вы мне Ногу посмотрите Он говорит А вы что здесь В футбол Собираетесь Играть И чтобы я Успокоился Предложил Читать мне До тысячи И ушел Доченька Я уже до трех Миллионов До счета Я все равно Боюсь рожать Нет Доченька УЗИ У них нет Они определяют Так Если Сестра Хозяйка Выдает Синий Халат Значит Будет Мальчик Кому Розовый Того Девочка У меня Доченька Зеленый Кто Идиот Врач Нет Он нормально Сказал Роженицам Чтобы они Брались Меня Пример Потому что Я не курю И ко мне На свидание Мужики Не ходят А то Придут Ору Под окнами Галя Зина Нина Один Целый час Орал Таня А у нас Таня Никакой нет Ну я взял Сам Выглянул Спрашивает Че тебе Он Он Обалдел Ну Танька Что они С тобой Сделали На следующий день Врач Приходит Опять Говорит Ну как Собирайтесь Сражать Конечно Ну Воды Воды Уже Отошли Потом Глаз Врач Пришел О Сам Такой Седой Потрогал Меня Говорит Беременность Протекает Нормально Я говорю Вы не там Щупаете Я на животе Лежу Почему на животе Потому что Сестра Хотела Сделать Укол И ушла А тут У меня Уже Борода Отросла Бритвы С собой Нет Я говорю Вы посмотрите Граждане Врачи У меня Уже Борода Они Посмотрели Как Закричат Какой Гормональный Перекос Доченька Если мне Не удастся Их убедить Что я Мужчина Готовься У тебя Будет Брат Или Сестричка А может И той Другой Двойня Я больше Всего Не люблю На свете Выходные Нормальные Люди По выходным Отдыхают В гамаках Висят Организм Пивком Тешат А я По выходным Жизнью Рискую Из-за того Что моей Ненаглядной Жене Ленуси Экстремалки Дома Не сидится В прошлое Воскресенье Затащила Она меня На американские Горки Представляете В моем Возрасте С 30 Метровой Высоты Со скоростью 200 Километров В час Головой Вниз Ногами Вверх На голодный Желудок На трезвую Голову У моей Ленуси На вираже Ноги Веером Она мне Каблуком В самое Слабое Звено В ухо У нее парик Улетел Когда туда Садилась Была голова С такой Миленькой Мордашкой А вернулась Не голова Сковородка С ушами У меня У самого Был такой Вид Будто После боя С Тайсоном Ну потом Конечно Я ей говорил Что мне Очень понравилось Хочу обратно Туда На американские Горки Потому что Вдруг она Меня в следующий Раз Не возьмет Поедет Одна А я не люблю Когда она одна Я люблю Когда вместе Я ее даже В кино Одну не отпускаю В кино Сейчас Очень много Секса Больше Чем на экране А как она Меня зимой В прорубь Макнула Для закалки Моржи Говорит Не болею Правильно Моржи Не болею У них Шкура Толстая Почему так Сразу Резко В прорубь Давай постепенно Сначала В холодильнике Посидим Там Выпить еще Согреемся Она Без лишних слов Был ты И я за ней Как герой Как последний Герой Подскользнулся С каким-то Протяжным Словом Винус Потом Мне допрос Устроил Откуда Ты знаешь Это слово А я Его не знал Но в проруби Вспомнил Это бы у меня От радости Вырвалось Ну Чтоб она Не подумала Что Мне в этой Проруби Холодно За это Она Мной Гордится Рассказывает Всем Что у меня До сих пор В глазах Столько Молодого Азарта А это Не азарт Это Ужас Ну Правда Ну зачем Мне все Это надо Я с детства Мечтал Уйти на пенсию Отпуск Я тоже Не люблю Лето Ой Ужас Прошлым Летом Поволокла Меня На байдарках По горным Рекам Две недели Со счастливым Лицом Я бился Башкой Оволуны Там с нами Еще Семья Путешествовала Из пяти Студентов У них там Медовый месть Был Постельный Режим Главное У них Такое Заросшее Весь Лохматый Лица Не видно Я его Все время Жвачкой Кормил Чтоб знать С какой Стороны Морда Моя Ленуся За ними В горы Потянулась Представляете Но одну Ты ее Не отпустишь Вдруг Обидит Тем более Один из них С ней Заигрывал Она даже Ему Замечание Сделала Как вам Не стыдно Заигрывать Со мной При живом Муже Он Вас Понял Прямомеры А я За свою Ленуся Горой Вы Меня В драке Еще Не видели Меня Так Метелят Вы Самих Потом Кулаки Болят Ну Правда Зачем Мне Эти Горы Я Когда На стуле Стою У меня Голова Кружится У меня Вестибулярный Аппарат Старый Студентов Новый Аппарат У меня Старый Что делать Применил Аутогенную Тренировку Представил Себе Как горные Козлы По горам Скачут И Поскакал Поскакал Очнулся На вершине Один Так страшно Одному Ой Ветер Воет Целый Час Ему Подвывал Пока Остальные Не подошли Потом Меня И попрекали Мол Нехорошо В горах Слабых Бросать Тут Они За успех По рюмашке Решили Выпить А мне На такой Высоте Уже Все равно У меня Голова Кружится Мне Все равно Что рюмашка Что стакан Я говорю Я из Кружки Как Жахнул Потом Еще Еще Меня Обалдели А закусить Я говорю Пить И закусывать Это все равно Что ехать И тормозить Как я спускался Ну не знаю Ребята Не знаю Говорят Прыжками На пятой точке Вот так Не живу А мучаюсь Всюду первый На следующей неделе Мы с Ленусей На дельтаплане Летим Я чувствую Этот дельтаплан Он меня Доконает Но тут Как-то Ночью Я заметил Ленуся Плачет В подушку Она призналась Мол Измучилась Трудно Ей В ее возрасте За мной Под облаками Мотаться Так Зачем Жи спрашиваю Ты все это Затеваешь А чтобы ты Говорит Ко мне Интерес Не потерял Ты вон Какой Орел Вдруг Я за тобой Поспевать Не буду И ты себе Какую-нибудь Помоложе Отчаянную Найдешь Так что Летим Ни за что Говорю Я один Полечу А ты Меня на земле Встречать Будешь А я тебе С мобильника Позвоню И с высоты Тысяча метров Крикну Как Я тебя Люблю Мне надо Лететь Лететь За своей Любовью Чтобы она Не дай бог Не догадалась Что я Этих Дельтапланов Ужасно Боюсь Про неприятности Трудности Проблемы Проблемы Надо как-то Чередовать Ей богу Невозможно Горькая правда Лучше сладкой лжи Согласен Согласен Но в последнее время Средства массовой информации Нам стали Предподносить Столько этой горькой Правды Что жить становится Страшноватенько Надо как-то Чередовать Ей богу Что не фильм Трагедии Где комедия Я вас внимательно Спрашиваю Где комедия Отец Пьянчуга Мать Наркоманка Дети Балбесы Бабушка В доме Для престарелых Хоре Адуванчиков Поет Дедушка Инвалид Войны До сих пор Пенсию Пробивает Собес Отказывает Почему-то Говорят Пускай Кутузов Платит А названия Фильмов Какие Воры В законе Прощай Шпана За москворецкое Скоро говорят Выйдет Фильм Выстрел В гробу Вход В зал По предъявлению Белых тапочек Жить Становится Страшноватенько От этой информации Надо как-то Чередовать Ей богу Отрицательная Информация Лезет на нас Из всех щелей Из репродуктов Из телевизора Из газет Там столкнулись Здесь не взлетел Там не присел Тут сошел с рельс На остальной территории Самогонку гонят Конфеты исчезли Появились новые сорта Самогонки Карамельная Мармаладная Халвовая И сивуха Монпансье В чаю А где отдыхать? Где отдыхать? Я вас внимательно Спрашиваю Радио сообщает В Черное море Выбросила Выбросила всю Канализацию Города Одессы За весь Послевоенный Перед Это все это получается Съездишь в отпуск В Одессу И вернешься Весь В воспоминания От сухуми до батуми Тоже какие-то Бактерии Плавают с гор Спустились По людям Соскучились В Юрмале Воду не войти Заводские отходы На всю Прибалтику Господи Что выпускают Наши заводы Что у нас Отходов Больше чем Продукции Может мы вообще Работаем На дне Отходов То еще Подбадриваемся Вперед А капиталисты Смотрят на нас И никак не могут Понять Где же у нас Вперед А мы это В секрете Держим Потому что Сами еще Не знаем Информация Не унимается Реки отравлены Водоемы Загрязнены Один детский Садик Искупался В реке В ней было Столько мазута И нефти Что дети Вмиг Почернели Вмиг Начались Семейные драмы Вы меня Правильно Помнили Одна мамаша Привела Черного сыночка Домой Отец Посмотрел На него И сказал Он оригинальный Сказал Вот когда Оно Проявилось Сказалась Твоя турпоездка В Африку Подарок Папуаса На сушу На воду Невозможно смотреть Все Дивлюсь Я на небо А там тоже Говорят Какая-то Озоновая дыра Через которую Азот Прет на нашу голову Кислород Вытесняй И так дышать Уже нечем Уровень загазованности В городах Выше уровня медицины В несколько сот раз Заболеешь Два счета Вылечиться Не пытайся Знаете почему У нас медицина Бесплатная Она нам деньги Сохраняет На поминки Большое спасибо А чем питаться Чем питаться Я вас Унимательно Спрашиваю Газеты сообщают Овощи есть опасно На волощах Нашли Ядохимикаты На полях Так увлеклись Борьбой С вредителями Что в их список Включили людей Потому что им Лишь бы вырастить Для плана Опять же Для галочки А то что люди Травится им Наплевать Для плана Количеством Отчитаться Мы уже сейчас С вами идем В одном списке В одном списке С тлей Саранчой И навозным жуком Это ж какие В нашей желудке Если бы в народе Появились такие анекдоты Можно ли есть Чернобыльские яблоки Можно Только Огрызки Надо глубже Закапывать А информация Все пугает И пугает Все пугает А что это за передача На ночь По телевидению Проспит Раньше я еще Перед сном Чувствовал себя Как-то мужчиной А сейчас Посмотрю передачу Проспит И сплю Как убитый А с ней Вижу только Фабрику Резиновых Изделий И вроде Перемены Идут И нам бы Жить Да жить А посмотри Стилизер Послушаешь радио Почитаешь Гадеты Люди Расскажите Сказку Так жить Хочется Колбаса Видим За 2.20 Вообще Не имеет Ни вкуса Ни запаха Ты ее зажарь На сковородке На постном масле Запах будет Постного масла И вкус От сковородки А я и не знал О чем Это в народе Поговорка уходит Фигня На постном масле Это про колбасу Этой колбасы Не может быть Своего запаха Или вкуса У нее состав Очень сложный Крахмал Маргарин Сода Уксус Желатин Вемицин Пенетелин Морф И синильная кислота 10% Туалетной бумаги Третьего сорта И 5% Красное Такое Красное Мясо А ворчуны Все ворчат Ворчат Сыр Все хуже И хуже Купишь На второй день Уже загибается Как будто ему 90 лет И у него радикулит На третий Каменеет Как и рис Кис-кис Один раз откушишь Потом вместе Зубами вытаскиваешь Ты его не держи Три дня Купил Сразу ешь Не отходя От прилавка Только быстро И все Вообще Наши продукты Надо есть Не выходя Из магазина Надо есть Если они там есть Хлеб всегда черствый Когда они спросят продавца Почему у вас черствый хлеб Они говорят Потому что ночной Я однажды всю ночь не спал Дождался машину с хлебом Подкрался на цыпочках Ткнул пальцем в батон Чуть инвалидом не стал Полгода хожу на перевязку С этим крючком Хлеб Потому называть начну Что никто не видел В каком году его пекли Ой Тут один бразилиц Ко мне прицепился Купил наш кофейный напиток Колос Что это такое Стоит и не поймет Как это у нас кофе Растет на колостях ячменя Ну тупой В бразилице попал А как объяснить Я ему говорю У нас такая земля Все что хочешь родить Когда жрать нечего Ну хорошо Хорошо Иностранцы Они там у себя Заелись Сволочи А наши Что такие Провередливые Купят пельмени В пачках И трясут Слиплись они Не слиплись К вашим сведениям Те которые не слиплись Разварятся в два раза быстрее Чем те кто еще Друг за дружку держится Как сиамские Близнецы У них и выражение Лица такое Что такие У нас не бывает Мяса без костей Во первых У нас убивают Тех коров Которым надоело жить Из-за постоянного Недоедания Во вторых Все уже знают Что мы Все съедим Кости Жил Хрящи Хвосты Требуху Собаки Смотрят на нас И удивляются Удивляются Нашим Пищеварительным Возможностям Видимо там у нас С годами Уже что-то Приспособилось Все Перемалываем Но вы ведь Желудку вывели Советский Желудок АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, конечно, городские, да, а мы, конечно, деревенские. Мы, конечно, как вы думаете про нас, ничего не понимаем, не разбираемся в вашей городской жизни. Мы все по-своему, по-примитивному, да. Ну, может, и так, я не знаю. Но вот в политике я действительно разбираюсь, да. Вот представьте себе, разбираюсь, а вот разобраться не могу. Мы же, в общем, эту политику мы городские завариваете, закручиваете, ешь твою клёшку. А мы давай разбирайся, сиди тут. Шестидесятилетие победы не захотели отмечать руководители Прибалтики из-за того, что недовольны Советским Союзом, который организовал Ленин, которого охраняли латышские стрелки. Да, вот как закручено в этом мире. Вон, американцы. Вошли в Ирак. Зачем? Чтобы найти ядрёное оружие, да? Не нашли, так? Не нашли. Теперь что? Хотят судить Хусейна за то, что оружия не было. Вот закрутили, а. Всё поперепутали. А у нас на Украине москалей не любят, потому что москаль Хрущёв им Крым отдал, да? Вот только по этой логике, если тогда на его посту сидела бы Хакамада, всё, мило, так? Тогда сегодня государственным языком в Крыму был бы японский. Ох, поперепутали всё. Ох, запутали. И иди разбирайся. Сталин, конечно, тиран. Но если бы тогда на его месте был бы Горбачёв в 41-м, он бы сказал, процесс пошёл и ушёл. Рекламировать пиццу. А если бы на его посту тогда был нынешний Зурабов, то все, кто поехал бы тогда на фронт, платили бы за проезд из своего кармана. А также проживали в окопах и блиндажах. Вот, закрутили. Так что вы не очень-то хорохорьтесь. А мы тут сидим, понимаешь, на земле. Ни хрена не понимаем, ёж твой, Клёш. Ни хрена. Он, поляки, до сих пор не могут нам простить действий ЧК, который организовал их Дзержинский. Ох. А если бы тогда на его месте был бы Ельцин, то ловили бы тех, у кого только есть выпить. А если бы Горбачёв, то и выпить бы было нечего. Додумался Горбачёв, ступил во власть. И вместо того, чтобы обмыть это дело, да, и сдал указ антиалкогольный. И народ, конечно, выбрал Ельцина. Особенно, когда он с моста в мешке упал. Теперь туда экскурсии возят. Показывают места, где зарождалась отечественная демократия. В мешке. Всё перепутали. Растудыть твою качель. В Китае. В Китае. Вон какой порядок. Китай сможет целый день работать и не пить вообще. А мы можем месяц пить и не работать. Слатались их чиновников за взятки. Расстреливают. Расстреливают. И не берут. А нашим, чтобы взятки не брали, зарплату повысили. И они теперь не берут. Если мало дают. В армии тоже, между прочим, зарплату повысили. Но настолько, что повысили её с первого апреля. У них это называется день смеха. Всё поперезабутано у вас, товарищи городские. Я уж не знаю, как вы там друг с дружкой разбираетесь. Не знаю. Губернатор Чукотки живёт в Англии. Вы вдумайтесь ваше, что у вас происходит-то. Это всё равно, что я женился и живу у соседки, потому что там тепло. Всё поперезабутано. Ёж, твои клёж. Автомобиль телега. На Евровидении представляет Россию гражданка Белоруссии. Подольская. Знаете об этом? Ну вот. Это, наверное, по просьбе Лукашенко. Крепкий мужик, между прочим. Там с собой в хоккей играет. И выигрывает. А если проведёт все белорусские референдумы, то будет признан пожизненно лучшим игроком мира. Так оно у него и произошло. Дай бог ему здоровья. Поперезапутали, всё. Он у нас в районе дом есть. Значит, на втором этаже в этом доме наркологическое отделение. На первом пивная. А напротив кладбище. И всё это называется местом отдыха трудящих. Путин, конечно, молодец. Ничего сказать не могу. В Германии говорит по-немецки. В России по-русски. А в Японии, когда насчёт Курильских островов намекает, демонстрирует приём дзюдо. Мне в Линске тоже спортсмен. Да, спортсмен. У меня, говорит, чёрный пояс. Так что не шутит со мной, мол. У меня чёрный пояс. А я ему, говорит, а вы его постирайте. Будет белый, как белый тачки. Ой, я не могу. Я не могу. Что творится? Ленин говорил, что коммунизм есть советская власть плюс электрификации всей страны. А сейчас советской власти нет, а вместо электрификации чубайс. Который, наверное, в детстве в подъездах лампочки выкручивал. Недавно, слыхали, на чубайс покушение было? Да. Покушение? Народ перепугался. Покушение на чубайс. Слыхали чубайс? А никто просто не знал, что эта передача розыгрыш снималась. Ну, чтоб народу повеселее было, повеселее. У нас душа радости просит, потому что радости не хватает. Ну, у вас-то у городских побольше радости, конечно. Вон, казино открыли, понимаешь, ночные клубы. У нас тоже вот в селе открывается ночной клуб. Мы тоже не отстаём, конечно. События, события, но всё поперезапутано. Вон, Жириновский даже объявил о том, что надо ввести в стране многоженство. Но, глядя на него, хочется ввести многомужество. Тоже, между прочим, собрался на выборы, уже намекнул. Я, говорит, чувствую в себе президента. После чего на его сайте какой-то хулиган послание прислал. Если чувствуешь в себе президента, сделай аборт. Вот, братцы мои, кролики, что творится? Недавно 20 лет перестройки отмечали. Так один перестройщик сказал, «Всё, что мы делали по-большому, было правильно». Так что, всё вы поперезапутали. И я хоть в политике разбираюсь, но разобраться в ней никак не могу. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Это ведь раньше в деревне с чьи лаптем хлебали, а сейчас, как говорится, кроссовками. Сейчас, как говорится, у нас электричество есть. Днём. По вечерам его почему-то отключают. Мы даже название колхоз сменили. Был колхоз «Светлый путь», стал конец света. В этом годе, граждане, у нас юбилей. У нас уже 30 лет как газ провели. Мимо деревни. Газопровод идёт прямо по колхозному полю в Германию. Ну, они же там платят марками, а мы – доярками. Ну, что сказать. Полуклиника хорошая, красивая, за 150 километров. Врачи принимают с радостью и сало, и помидоры. Ну, а если у тебя нету сала, ну, значит, ты здоров. Почты нету. Ну, где я тебе её возьму? Нету. Так что, если ты написал письмо Калугу или Улан-Удэ, то сам вези его туда. Подписка есть. Приезжал агент, подписал нас на Нью-Йорк Таймс, Женьмун Жибауэр. А газеты хорошие, толстые. Мы им и печку растапливаем. Есть клуб в помещении бывшей церкви. В этот клуб фильмы привозят с района. То брови носят в потёмках без звука, то что-нибудь современное, без стыда и совести. Недавно привезли фильм, назывался «Мощина любви». Я ж думал, это кино про шоферов. «Пришёл со всей семьёй». Там такое началось. Мы такое не видим даже в темноте. Ночью у тебя под одеялом. Потом, значит, вышла девица. С одежды на ней только серьги. И вот, значит, она поёт. «Мальчик мой! Ты мой мужчина! Я сексуальная машина! Давай, жми мне на газ! Жми мне на газ! Ты мой керогаз!» Моя тёща тут же с клуба газанула. Подмышкой с внуками. А жена от возбуждения так ухватила меня за руль, что у меня чуть мотор не заглох. Фары на лоб полезли. И все шины лопнули. Завёлся я тогда без бензина. А в это время рядом с этой девкой с сексуальной машиной появляется тот самый мальчик размером с трёхстворчатый шкаф. Тоже раздетый, видать, жарко ему. Я так понял, что он её автослесарин. Правильно, да? И вот, значит, он пытается эту машину завести. А она не фурычет. О, и шо он только не делал. И под неё подлезал. И сзади заходил. Три раза резину меня. И только он её перевернул вверх колёсами, во всей деревне свет погас. Старики начали кричать, чем дело кончилось. А наш колхозный автомеханик авторитетно сказал. Не заведёт он её. У него свеча царела. Вот такое кино. Не видели, нет? Ну, можно, конечно, в город поехать. Там, может, что-то другое показывают. У нас до города автобус ходит два раза. Понедельник туда, пятницу оттуда. Ну, у нас же дороги какие-то. Правда, накануне всенародных выборов у нас асфальт положили. Возле дороги. Так, там эта куча до сих пор лили. До следующих выборов. Наши бабы, когда им в город надо, они к трактористу грились. Подбрось до города, мы тебе на чай дадим. Он говорит, ладно, бабы, только учтите, что чай нынче в бутылках продаём. Цепляет Григорий к трактору прицеп и трясёт наших мисс деревня, как космонавта в центрифуге. После выгрузки на этих лебёдушек посмотришь, плакать хочется, потому что вся их красота осыпалась. Но хватают бабы, кошёлки в руки и начинают бегать по магазинам со скоростью 200 тысяч рублей в час. Накупят одежды, чтобы выглядеть не хуже других, а выглядеть уже и не хочется. Да и перед кем? Перед курями, что ли? Вон, Надька, мини-юбку нацепил, и так петух с перепуга начал яйца нести. Весело живём, урожай до конца собрать не можем. У нас же с техники только трактор, который у кулака отобрали. И ты на косилка, на которую Кузьмич с Австрии с войны вернулся. Мне председатель говорит, давай, говорит, отделяйся, будешь фермером, кулаком, как твой дед. Поздно, говорю, это раньше я мог, кулаком. Сейчас от меня мизинчик остался. Что с деревней-то будет? Кто знает? У нас молодёжи уже трое осталось, им по 20 до 100. Вру, конечно, пяток школьников наберём, только ведь сбегут от скуки в город. Он, мой старшенький, сбежал после школы в город, работает, мой старшенький, в городе пастухом. Да, он возле ресторана каких-то тёлок пасёт. А поеду-ка я к нему, может, он и меня возьмёт под паском. Все такие родители, такие педагоги. Ты что думаешь? Если родил, значит, родители. Значит, имеешь право своему дютю подзатыльники давать, да? Подзатыльники. На одних подзатыльниках долго воспитание не построишь. Сколько ты ещё будешь сильнее своего ребёнка? Они уже в восьмом классе, метр девяносто. У парней сандаль сорок седьмой размер. Он тебе в ответ наступит на твой сорок второй. У тебя тоже будет сорок седьмой растоптанный. В ширину. Они сейчас все как лоси. Вон, Танечка Дрынова, летела по школьному коридору и со всего хода с военруком, лоб в лоб. Там такой треск был. Как будто два вертолёта столкнулись. А она даже не оглянулась. Посмотреть, не оглянулся ли он. А военрука с тех пор на лбу вот такая вот звезда героя. У него до сих пор искры из глаз шпарят. Он теперь в физику пропадает. Нет, я им замечания не делаю. Больно надо. Он, я недавно сделал замечание. Пожелание такое ребяткам в подъезде поцензурнее выражаться, поскольку могучий прекрасен наш язык. Тут же понял, как он могучий. Я тут всё записал. Филологам передам. Пусть изучают. Ну ты ж, народ. Чё ты мне батон на уши крошишь? Ты на кого тюбик пасту давишь? Чё, кабан, совсем нюх потерял? Так дам порепет и ласты склеил. Гуляй, пока не получил в бубен. У тебя чё, все бальты в кучу сбились? Вали-ка о нём, залепи дула пугать, газовая. Я чё, совсем шалаш поехал? Вот вам и могучка. У-у-у. Нет. Не хочет, учиться не надо. Чё его заставлять, если у него мозги на задачки не реагируют? У них, у мозгов, от этих задачек спазм. Я своё ему говорю, сынок, не мучайся. Тебе этого не решить. Тебе наследственность плохая. Ты весь в бабку пошёл. У него справка была, и тебе дадут. Не пропадёт. Дворник тоже профессия. Он так перепугался, начал в уме задачки щёлкнуть. Сейчас сходу ответ пишет. В ответ смотрит и пишет. Мне сейчас хвалить надо. Я недавно вон дочку похвалил. Молодец, говорю. Обычно по три часа по телефону разговариваешь, просто за полчаса управилась. Она говорит, это я не туда попала. А всё, ответы находятся. Ответ. Хватит нам пристать. В наше время, вот в наше время, в наше время прошло всё. Нет его в наше время. Нас комиссары воспитывали. Нас даже секса не было. Нас партия рожала. Сейчас вот дети ужастики смотрят. У нас свои ужастики были. Мне, помню, в школьные годы такой ужастик приснился, будто я потерял комсомольский билет. И меня повели к директору школы на расстрел. Мы под какими лозунгами жили? Помню, на демонстрации Украина лозунг несла «Аладранцы хэть да кучи». Я тогда не сразу врубился, что это пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Когда-то они с нами соединялись. Разъединялись. Это сейчас они разъединяются. Ну ладно, не буду про политику, а то меня так занесет. Господи Боже ты мой. Я о детях. Когда на уроке ботаники произносили слова «тычинка», «пестик», мы стеснялись. А сейчас в каждом книжном магазине лежит эта сексуальная энциклопедия для детей дошкольного возраста в картинках. Это значит, что он еще читать не умеет, но уже по этим картинкам может сориентироваться и сделать много доброго. У него еще и пестика-то нет. Он уже о «тычинке» думает, а? О времена. Недавно по Парижу ехали, значит, в круизе были, экскурсовод говорит, а сейчас наш автобус проезжает мимо публичного дома. пока взрослые своими тяжелыми мозгами шевелили какой-то малыш на весь автобус. А почему мимо? Они сейчас все знают, у них мозги нестандартные. Мы в детстве в мячик гоняли, в мячик, они за компьютерами сидят. Эти компьютеры это адская машина. Он недавно банк обанкротился. Петя из пятого класса шифр разгадал и перевел 15 миллионов долларов со счетом банка на счет соседки бабы Даши. Ей, когда перевод пришел на 15 миллионов долларов, она все прочитала, надеюсь, как пенсию прибавили, а? Ну, конечно, бывает, накричишь на них, потом жалеешь, конечно. В семье все бывает. я целыми днями как белка в колесе между прочим для вас стараюсь все лучше от себя к вам. Вы бы хоть когда спасибо сказали все как должное. Он молодец, пролог, живет для себя без детей в свое удовольствие. А не пап, не поэтому у твоего Фролова детей нет, потому что он хотел в метро через турникет бесплатно пройти. их. Ну, и что ты им ответишь? А воспитывать их все равно надо, чтобы они людьми стали. У них сейчас проблем тоже полно. Он наркоты сколько. телевидение он с ними что вытворяет. Нигде в мире такого нет, чтобы в доступном канале такое показывали. Да у них там миллионные штрафы объявят. В тюрьму посадят. Это у нас уже негласность пошла. Анархия. Позор. надо воспитывать. Ну, видимо, по-современному незаметно для них. Начни с себя. Сделай зарядку, что ли. Добейся чего-нибудь в жизни. Дети любят гордиться своим папой. Не теряй лица, не ори на жену, чтобы им захотелось быть похожими на тебя, а не на пьяницу из квартиры напротив. Побольше юмора. За юмор они вам простят многое. А главное, будь добрым, чтобы через много лет им захотелось рассказать о тебе своим внукам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, спасибо, спасибо. Прошу вас, прошу, я, значит, на память его, пожалуйста, пожалуйста. Какое в стране самое почетное звание было? Космонавт, да? Маршал, академик, а сейчас какое? Олигарх. Это звание присваивают тому, у кого семейный бюджет больше, чем у всей страны. Тут одним олигархом заинтересовался очень настырный следователь. Год он раскручивал эту преступную цепочку. И все-таки дело пришлось закрыть, потому что этот следователь все так лихо раскрутил, что сам на себя вышел. Вышел на себя, да. Закрыл дело. И поехал в отпуск на своем новеньком джипе. У меня спросили, вот что, вот такие вот большие отпускные? Он говорит, ну, смотря кого, отпустишь. Я понимаю, с деньгами человек выглядит намного лучше, чем без денег. Намного лучше. Тут в милиции любопытный случай произошел. Молодой лейтенант устроился на работу, три месяца проработал, а за зарплатой не приходил. У него начальник спрашивает, ты почему за зарплатой не приходишь? Он говорит, я не знал. Я думал, выдали пистолет и вертись, как хочешь. Веселые картинки в нашей жизни. Чего только не встречается. Какие страсти, мордасти бушуют в нашей жизни. Информация на нас давит, угнетает, телевизор напрягает. Круговорот воды в природе гарантирует, все, что мы пьем, уже когда-то пили. Хорошо во время обеда это услышали. Новости, новости. Кругом эти мордасти. И в жизни тоже. У меня черный пояс по карате, а у меня желтая резинка от трусов. Людям уже бог видишь, что так. Двое пьяных идут по улице. Один другому говорит, у вас же видишь милиционерство, да? Видишь? Он точно голубой. А что ты так решил? А ты посмотришь, сколько красивых женщин. Он к ним не пристает, а к нам сейчас точно привяжет. Человек набрал космическую скорость, все больше и больше отдаляясь от полевых цветов. Прогулок под луной, стихов до рассвета. Разменяли мы наивность на циничную иронию, застенчивость на нахальство, жалость, что было всегда присуще нашему народу, на равнодушие. Скоро все будем очень умными, с компьютерными мозгами и синтетическим сеансом. А мне жалко богатых. Вы посмотрите на их лица. Они же все время только о деньгах думают. Такие вот сосредоточенные. А что с ними делать? Куда вложить? Как утаить от родственников? Есть такая примета. Чем больше у человека денег, тем больше у него родственников. Слушайте, хихикают. Это родственники. Ну правда, ну что это за жизнь? Не в лес погребы, не с книжки под ламп посидеть, расслабиться. В туалет и тот вперед тебя секьюрит и забежит, заглянет в унитаз. Не блеснет ли оттуда дулла киллера? Который может отстрелить хозяину нижнюю голову. Секьюрити это такие ребята, у которых даже уши накачанные. Жизнь бизнесмена красивая, но короткая. И они это знают. Два бизнесмена в одном доме зашли в лифт. А на другом этаже, в этот же лифт, заходит бандит собак. Ну традиционный бандит, тупо стриженный затылок, пуленепробиваемый лоб, на всю грудь татуировка, бурлаки на Волге. Причем на машине Волги. И с ним еще бультерьер. Лица одинаковые. Бультерьер ниже только. Бизнесмены его увидели, задрожали, занервничали, вжали в стенку лифта. А этот-то подумал, что они собаки испугались. И как Гартнин, сидит. Они его и послушали. Сели прямо на мокрое. Жалко, жалко мне богатых, и не хочется над ними смеяться, а все время дают они пищу. Например, один бизнесмен летел в Америку на какой-то крутой авиафирме. А там по-русски никто не понимает. Ему, значит, перед посадкой дают анкету заполнять. В Америку обязательно надо, когда летишь, анкету заполнять. И там есть графа, секс написанная. Перевод не прямой, надо догадаться, что это означает. Кто знает? Пол, совершенно верно. Ну, у нас здесь компетентные люди. А он сидел, думал, думал, спросить не у кого, и написал. Один раз в неделю. Жалко мне богатых. С любовью у них какие проблемы. Какая может любовь быть, при таких деньгах. У них поцелуи тот с предоплатой. Они очень любят модель. Модели такие высокие девушки с фигурами шнурков. Вот ничего нет вообще. Абсолютно. Идет одна шея. И книзу она раздваивается. Да ни в одной стране мира нет такого количества высоких девушек, как у нас. У нас радиация, что ли, я не знаю. У нас хорошо растут только девушки и огурцы. Все. Причем модель всегда высокая. Ее и моделью не сделают, если она меньше, чем метр восемьдесят. А бизнес-суни чаще всего попадается в метр сорок. Они, когда идут по улице, все оборачиваются, смотрят, как он ее ласково под коленку держит. У него фигурка, в животе кошелек и ушки, и пошел. Жалко, жалко мне богатых. Со здоровьем какие у них проблемы? За их деньги врачи у них находят такие болезни, которых вообще на свете нет. И радикулит пятки, и сотрясение тазобедренного мозга, и растяжение среднего уха, и облысение лобковых подмышек. Чем их только не лечат иглоукалываемым телопокусыванием ухозасиживанием? Что им только не прописывают стельки от перхоти, очки от импотенции? И они всем этим занимаются, потому что, ну, раз уж заплатил, надо это отрабатывать. А их жены им же с утра делать нечего. С утра по колдунам, экстрасенсам, ведьмам те им ауру штопают, корму укорачивают. О, смеются, я-то, наверное, этим занимаюсь. Наши это обожают. На каждое объявление реагируют. Колдун снимет все. Сразу к нему бегут. Можете с меня все снять? Конечно, раздевайтесь. Ого, как у вас карма обвисла. Ого. Это вас, наверное, сглазили. Наверное, соседи. У вас есть соседи? Есть, но вот, видите, я угадал. С вас сто долларов. Тогда я вам скажу, что вам надо делать. Вам надо рано утром пойти в лес на рассвете, раздеться до гола, зажать в левую руку сорок куриных пупочков. И сесть на муравейник. И ерзать по нему до восхода солнца. Пока они всю порчу не рассосут. От вас бизнес скоро отвернется, у вас энергия ушла. Ушла энергия. Вам надо по утрам целовать засос электрическую розетку. А с мочой что у нас делается? Пол страны уже пьет. Уринотерапия называется. Закапывают себе в уши, в глаза. Поливают себя сверху. Если своей нету, соседи занимают. Не могли бы одолжить нам пару стаканчиков? Мы вам вернем через недельку с процентиками. В доме вонища. Я к одному прихожу, а чего у тебя такая вонища, спрашиваю. Он говорит, зато посмотри, как я выгляжу. Ему посоветовали от радикулита подогретым навозом лечиться. Он его каждый день на сковородке подогревает. Сковородку специально купил. Цептер. Чтобы экологически чистый навоз был. Да ни в одной стране мира нет такого количества дури, как у нас. Чтобы приворожить мужа, написано в солидной газете, нужно дать ему понюхать дым пепла сожженного зуба любимого человека. Чтобы приворожить мужа, нужно пропустить свою мочу сквозь его венчальное кольцо. Три раза не снимая кольца. Жалко, жалко мне богатых. Не жизнь у них, а мучение. Вот говорят, женская логика, женская логика. Нет у них никакой логики. Муж и жена разгадывают кроссфорд. Муж говорит, первый мужчина. Слово из четырёх букв. Жена говорит, Коля. А как вам нравится такая фраза? Вот возьму и напишу у себя на кровати, что ты дурак. Пусть весь город знает. Кто её уполномачивал вообще? Такие вещи писать. Где тут логика вообще? Мужчина голосует на обочине шоссе. Останавливается машина. За рулём женщина. Мужчина говорит, Большое спасибо за то, что решили меня подбросить. Она ему говорит, Пусть тебя другие подбрасывают. Я что остановился-то? Посмотри, у меня брови одинаковые. Где тут логика? Женская, не женская. Всё равно нету. Муж говорит, Не знаю, где нам лучше отдохнуть. На Мальдивах, Канарах, Сэшелах. Жена говорит, Не бери в голову, На месте разберёмся. На каком месте она собирается разбираться? Банкир кричит на весь дом. Где деньги на 300 тысяч долларов из Японии? Жена, помешивая пепел в камине, говорит, Мам, приколись, Это были не каракули. Мне иногда кажется, Что моя жена со мной разговаривает по-марсиански. Ты где был? За хлебом бегал. Ну что, догнал? Или её спросили, Чем вы кормите своего мужа? Да что, сами едим, То ему даём. Одна меня спрашивает, Вы такой умный, Вам череп не жмёт? Что за логика? Женщина приходит к врачу, Доктор, Ну помогите похудеть, Ну сколько можно вас спросить? Ну я же советовал вам Занять сыроедением. Не могу, доктор, Я этого сыра уже обожралась. Гаишник, Женщина за рулём, Дыхните, Она говорит, Подожди, Я губы накрашу. Врач говорит, Женщина, Вот, Примите эти таблетки И забудете про все свои болезни. Она говорит, Вот мне только склероза не хватает. Не уследишь за логикой-то, Не уследишь. Женщина говорю, Кать, Как ты думаешь, Вот через поцелуй Можно заразиться Птичьим гриппом? Она говорит, Ты чё, Дурак, Целоваться с птицами? Совсем сдурел. Это не вы та самая девушка, Что вчера в ресторане Танцевала на столе В лифчике и в трусиках. Да ты, парень, Должно быть, Слишком рано ушёл. Там, Там, где должна быть логика, У них что-то там другое. Один мужчина, Представляете, В Египте, Ну, Туристом, Там он оказался, Встречает Соседку По лестничной клетке. И говорит, Оля, Ты когда долг вернёшь? Ведь обещал, Ещё на прошлой неделе. Она говорит, Ну, Ты чмо, Припёрся в Египет И за ста баксов. И я подумал, Зачем женщинам логика, Если они такие красивые И желанные? У нас не дом, А зверинец. Все с ума Посходили. У соседа за стеной, У меня. Знаете, Кто живёт? Не поверите, Но вы поверьте. Петух! Огроменный, Полуметровый. Петушище! Если утром раздаётся Такое въедливое Ку-ка-ре-ку! А затем крик Заткнись, Чмо-перна-ты! Значит, Ровно пять утра. Значит, Пора на работу. Ага. У другого соседа, Это вообще, Вы опять не поверите, Но вы поверьте, Другой сосед Обезьяну завёл. Гиббона. Зверёва умная. Садится на диван, Ногу на ног закидывает, Телевизор пультом включает. Когда увидит Сергея Зверева, Телевизор начинает целовать. Думает, Папку показывают. Ой, Это всё ещё ерунда. Жена у меня тоже Ку-ку. Обожает животных. Меня недолюбливает. Недавно на птичьем рынке Жабу купила. Огроменную жабищу. Где-то прочитала, Чтобы Снять стресс, Нужно жабу На лоб положить. Это ж какой стресс Надо иметь, Чтобы её туда положить. Положила. Свет выключила. Уснула. Я поздно С работы Домой прихожу. В темноте Жену В лоб Целую. Чувствую. Жена холодная. Милая, Ты жива? И вдруг она меня В губы Шмок. Страстно Такой. Я рад Тебя видеть. Жена Откуда-то снизу Говорит, Ты с кем там Разговариваешь? Я свет Включил. Смотрю, У жены На башке Чудовище сидит. Я в первый момент Подумал, Что это у неё Просто мозги Наружу вынесли. А чудовище Вроде на меня Ласково смотрит И вроде как говорит Вася, Я твоя. Я со страху Тапок схватил. На жабу Замахнулся. Жабу В последний момент В сторону прыг. Я жене По голове Тапком Бац! Жена Мне кулаком В челюсть Бац! Семейная Идиллия. Ё-моё, Кругом Зверьё, А? Братья Наши Меньшие. Но это Только Начало. Жена Потом, Значит, С помойки Принесла Кота. Этот кот Как бомж В подъезде. У нас Все углы В квартире Пометил. Мы его Назвали Плющенко. Пусть на меня Настоящий Плющенко Не обижается. Мы его Так назвали У нас В квартире Паркет Натёртый И очень Скользит. Я Кота Когда по Квартире Гоняю Ну он Скользит По паркету Как Плющенко. И на Поворотах Тройным Тулупом В дверь Вырезается. Но Это Все Ничего Но Эта Котяра Начала По ночам В спальню Проситься Ребется И громко Мяукать Мол Пустите Меня Я Тоже Хочу Участвовать В ночных Мероприятиях Меня Научили Для того Чтобы Кота Отучить От спальни Нужно Дверь Реско Открыть И напугать Его А тут Ну надо же В таком Совпадении Случиться Ну надо же Надо же У нас Тесть Гостил Ночью Тесть Пошел В туалет Двери Перепутал Я Слышу Скребется Ну Думай Я Сейчас Тебя Отучу От нашей Спальни Мерзкое Животное Сейчас Я Тебя Отомщу За все Помеченные Ботинки Фонарик Зажег Подбородок Приставил Ну Чтоб Пострашнее Было Да Дверь Реско Открыл Как Закрышил А Вон Из нашей Спальни Ура Поблезлая Шрая Трусатые И Замес Его Цап Тесть Как Был В трусах Так С балкона Истеганул Но По дороге Пометил Всю Комнату Слава тебе Господи У нас Второй Этаж Поэтому Тесть Не Повредился Но Больше Мы Его Не Видели Это Еще Что Это Все Еще Цветочки Потом Значит Жена На птичьем Рынке Попугая Купила Большой Такой Разноцветный Глаза Выпоченные Нос Наглый Такой Клюш Как-то Из командировки Возвращаюсь Жену Поцеловал Говорю Попугай Привет Птица Попугай Говорит Здравствуй Любимый Да он Надо же Попугай Разговаривать Научился Попугай Говорит Соскучился Милый А мой Дурак В командировку Уехал Возьми Меня Пока Мой Олень Не Вернулся Ну Дурак Есть Дурак Попка Чего Говорит Ну а это Еще что Я как-то Домой С работы Уставше Возвращаюсь Разбегаюсь Чтобы сразу Кресло Плюхнуться Жена Мне кричит Осторожно В кресле Малыш Спит Я уже В полете Спрашиваю Какой еще Малыш Когда в кресло Приземлился Понял Что малыш Это Это ежик Я из этого Малыша Две Недели Сидеть Не мог Но самое Страшное На малыша Ночью Босиком Наступить Я Ходули Купил Прямо С кровати На ходули Встал Пошел На кухню Водички Попить Иду В темноте Зато Малыша Ищу Малыш Ты где Лбом О косяк Ударился На пол Свалился Сразу Нашел Я с этими Животными Психом Стал Вы не Поверьте А вы Поверьте Начал Жабу Ко лбу Прикладывать Помогает Сижу На работе Спокойный Все До лампочки На которую Смотрю Прибегает Шеф Весь на нерв Почему вы Такой Спокойный Как вам Ударится С нервами Справлять Я вот Не могу Не держать Это очень Просто Я С жабой Сплю Я Тоже Уже Десять Лет Запись Прю Мне Не Помогаешь Я Говорю А вы Неправильно Спите Надо Ее Попку Ко лбу Приложить Так Чтобы Брюхо Оказалось У Переносицы Если Будет Брыкаться Вы Морду Почешите Сразу Успокоится Шелковый Стань Зато Проснется Утром Как огурчик На следующий день Шеф Приходит Довольный Я Говорю Что Сделал Как вы Сказали Моя Жаба Сказала Что Я Извращенец Собрала Вещи И Ускакала К маме Ну В общем Такие дела Сумасшедший Дом У нас В доме Так заведено Значит Если Соседи В отпуск Уезжают Они Своих Зверей Нам Отдают Ну Жена Обожает Они Знают Вот Приносят Недавно Петуха Принесли Хитрые Не сказали Что У него Весенний Бзик Начался Он Топчет Все Что Шевелится Знаете Почему Петух Когда Курицу Топчет Он Ее В голову Клюет Все время Чтобы Она Об Алиментах Не думала Ну Ну Вот Значит При виде Петуха Кот На шкаф Забился От страха Ежик Под Диван Ушел Жаба В компот Прыгнула Прикинулась Грушей Петух Ходит Нервный Весь Кого Вы Потопчет А тут Мне жена На телефон Позвонила А Надо же Таком Совпадении Случится Когда Жена Мне Звонит У меня В качестве Звонка Кудах Ты Не Курица Раздается Петух Услышал И за мной Гоняться Телефон Звонит Надрывается Я жене Кричу Не звони Мне больше Из меня Хотят Галину Бланку Сделать В общем Еле От петуха Отбился Запер Его На балконе Но Обещал Ему Курицу Привезти И тут Соседи Другие Привезли Нам Гибона Своего Последите За нашим Красавчиком Мы на Недельку Отъедем И тут же Мама Жены Приехала Гибон Ее увидел Подумал Что это Гибона Мама Начал Ее Целовать Обнимать Блох Вычесывать А мама Ж такого Не видела Она с криком В ужасе В комнату Забежала А там Кот Паркет Натер Мама Подскользнулась Чтобы ей Было Удобно Падать Я ей Кинул Подушку Я не заметил Что на подушке Ежик Спал Мама Всем своим весом На ежа Упала С криком Убивай Я еле Отодрал Ежа От маминого Зада Сказал Мама Вам надо Расслабиться И жабу Ей на лоб Хрязь Мама Еще в большем Ужасе На балкон А там Петух Курицу Ждет Ко-ко-ко Да тут Топтать Не перетоптать Ничего себе Курочку Прислали Мама С балкона Сиганула Мы ее С тех пор Не видели Вот такой У нас Зверинец Сумасшедший дом Понимаете У нас сейчас живут Петух Жаба Ёж Кот Гибон И попугай Над этим летает Жена мне говорит Слушай Раз у этого Кота Кличка Плющенко Давай остальных Так же назовем Клички дадим им Вот Гибон Волосатый Пусть будет Джигурда Ёж будет Тимати Ну Тимати Весь в наколках Ее Школица Жаба Изящно Ножку Тянет Прыгает Элегантно Будет Волочкова Поцелуй Меня В пачку Как сказать Интеллектуальная Беседа Вот Петух Голосит На весь дом Как мы его Назвали Басков Точно Вы наверное У меня Дома Были А этот Чудо В перьях Попугай Киркоров Ну короче Вот такая семья У нас Все бы хорошо Человек Ко всему Привыкает Но Нам на балкон Белочка Из парка Повадилась У нас Рядом Парк Запрыгнет Сволши на балкон И орехами В окно Кидается Вы не поверьте Вы поверьте Ей наш кот Понравился Она его Погулять зовет Днем и ночью Кидается Кидается Я ее днем Гонял Вечером Гонял Голова Разболелась Пошел К врачу Врач Говорит Что вас Беспокоить Я говорю Меня Белочка Замучила Так 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 И давно Вас беспокоит Белочка Да уж Неделю Приходит На балкон И орехами Кидается А зачем Она кидается Она Плющенко Погулять Зовет У вас что Дома Плющенко Живет Я говорю Живет Его Жена С помойки Принесла Я ее Все время Говорю Что ты Всякую Фигню Домой Дальше А что У вас Плющенко Дома Делает Я говорю Да ничего Не делает Целыми днями На диване Лежит Ему Джигурда Блок Вычесывает А Чигурда Как вам, папа? Его сосед привел. Его же нельзя одного дома оставлять. Нагадит везде. Абою оборвет. А так он хороший. Смешные рожи корчит. За Киркоровым по потолку гоняется. Все перья ему оборвают. Как у вас все запущено? Почему вы раньше ко мне не пришли? А раньше все нормально было. Раньше меня только Басков беспокоил. Голосил на весь дом. А сейчас вы доктору не поверите. Он Тимати топчет. Доктор со стула упал. Как у вас все сложно? Конечно сложно за Басковым по дому гоняться. Когда у тебя на лбу Волочкова сидит. Да вы псих ненормальный. Вам лечиться надо. Нам всем лечиться надо. Ё-моё. Кругом зверьё. Сегодня новые русские по туризму завоевали весь мир. Русскую речь сейчас можно услышать на любом континенте, в любой стране, в любом магазине. Лёня, это платье мне не налазит ни на одну грудь. Это наши люди оккупировали Брюссель. В Париже в дорогом магазине одна женщина кричала другой. Нинка, бери что подороже. Ашотик пока тебя любит, за всё заплатит. А новый русский Ашотик. Маленький щупленький, но с большим достоином стоит у зеркала в огромной ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах по пояс. И смущённо спрашивает, и что во всём этом ещё на лошадь прыгать надо? Наши сейчас везде. На горных курортах в Австрии, на пляжах в Анталии, в круизе у берегов Бразилии, на неприступной скале Сейшельских островов. Так что видно только с самолёта, огромным буквами было написано. Гадом буду, не забуду этих островов. Весь мир начал изучать русский язык. Хотят наши деньги получать. В Турции только и слышишь, кожа-кожа, Наташка, заходы. Ну конечно не везде ещё знает наш язык, ещё встречаются подобные недостатки. И в Германии наши вышли из магазина и возмущались. Ну темнота, ну никто по-нашему не векает. Ну тупые, ай? Действительно, пусть они учат наш язык, потому что мы их язык как в школе не учили, так и не выучили. Пусть они учат, а то знаете, какие недоразумения происходят. Один наш новый русский, такой здоровенный мужик двухметровый, решил в Карловых варах в бар сходить. Разбавить Карловарскую, значит, слабительную пивом чешским. Заходит в бар, там одни немцы сидят. Ну он у стоки кружку пива взял, пошёл к столику. Пока шёл, сделал один хлебок. У него хлебок как раз пол кружки. Он остальные пол кружки поставил, пошёл селёдочку искать. Уборщица увидела беспризорные пол кружки. И убрала. Мужик возвращается, на его месте уже немец сидит и своё пиво пьёт. Мужик нахмурился. Ты что ли моё пиво взял? А немец такой радостный, говорит, Я-я-я-я. Но взял-то ты, оплатил-то я. А этот опять Я-я-я. А в глаз кто хочет получить? Это был и последний мой. Я-я-я-я. Остальное он уже всё видел с пола одним глазом. Мы, и они, конечно, разные. Мы никогда не сможем понять, как это французы едят лягушек. Мне одни наш новорусский расскажут. Ну это вообще, я тебе скажу это. Пу-я-я. Мы с корешем зашли в каком-то ехнем Париже, в какой-то дорогой вонючий ресторан. Ну решили подкультурных скосить, заказали эту жабу. Заказали бутылку водки для храбрости. Выпили её всю. Заказали ещё одну. Выпили её всю. Я говорю, Федь, давай это, начинай. Она на тебя смотрит. Хватай её за жабры. Представь себе, что ты цапля. Ну да и... Не могу, Кваква. Я говорю, надо, Федя, говорю. Надо, надо. Французы говорят, что лягушки по вкусу напоминают цыплят. Он говорит, а нельзя нам заказать цыплёнка? И хрен с ним, пусть он напоминает лягушку. Я думаю, что нас узнают, прежде всего, не по акценту, не по языку, не по одежде. Наши, слава богу, одеты сейчас не хуже, чем они. Я думаю, что, наверное, по манере, что ли, или что-то в своём облике у нас есть. Но имеем право, имеем право, как яркая нация. Один новый русский, другой, мне рассказывал, вот тебя этот вопрос интересует, я объясню. Сижу в Германии, в ресторане, пью кофе, никого не трогаю. Подходит официант, говорит, вы русский. Я говорю, как догадался? Он говорит, вы русский, когда кофе пьёте, ложечку из чашечки не вынимаете, глаз прищуриваете, чтобы ложечка в глаз не попала. Ладно, учтём, нет базара. Позвал кореша, культурный человек, два срока отмотал. Предупредил, ложечку вынь. Понял? Понял, он сметливый, всё, а так и сделал, сидит, пьёт. Это гнида подходит. Борис. Я из засады, как догадался? Он ложечку вынул. Ложечку вынул, а глаз всё равно прищурил. Чтоб ложечка в глаз не попала. Ладно, учтём, позвал профессора, предупредил, ложечку вынь, глаз не прищуривай. Понял, профессор? Понял, сидит, всё так и сделал, это так и... Вы русский? Я из засады, как догадался? Он же глаз не прищуривал и ложечку вынул. Ложечку вынул и в карман положил. Ну, конечно, надо признаться нам с вами. Кое-кто у нас ещё ворует. Кое-кто. Практически все, конечно. Мы не будем перебарщивать. Человек 300-то у нас не ворует. Они не могут, они в тюрьме сидят. Но всё равно, всё равно. Не нужно думать, что мы хуже. Да, у нас быт отстаёт. Пока. А вот в смысле культуры... Нет, конечно, бывает, мы держим нож в левой руке, бифштекс в правой. Перевешивать даже неудобно. Но всё равно, если за границей, вы зайдёте в ресторан, и там сидит шумная компания, и все не смеются, а ржут. Если человек в ботинках кладёт ноги на стул или на стол, это не русский, это американец. Если идёт с дамой и на ходу чешет всё, что ему попадается под руки, это не русский, а араб. Если писает прямо на улице, потом ложится на газон отдыхать, это не русский, а индус. А вот если ничего не понимает, и каждый раз по сто раз переспрашивает на чудовищном английском языке, вот это точно японец. Мы, конечно же, научимся, и как вести себя, и манером, и языком. Как, собственно, и было в начале века. Дети за нас это сделают. По пять языков тогда знали, и не считали это чудом. Конечно, в этом разговоре нужно заметить, что сегодня далеко не все могут позволить себе поехать за границу. Но я уверен, пройдёт лето так пять-семь. Наладится жизнь. Очень многие смогут. И поедем в мир посмотреть. Долго в заперти жили. До того самого тринадцатого года наша страна была самой путешествующей в мире. И как бы ни относились вот к этому вопросу, я, например, испытываю, как говорили в недавние времена, чувство глубокого удовлетворения от того, что наши люди, пусть новые, но русские, заставили весь мир относиться к себе с уважением. Мы сейчас за границей фотоаппараты «Зенит» с водкой не продаём. Матрёшек с кипятильниками не обмениваем. Помните, 30 рублей нам меняли на всю поездку. Что можно было сделать с этими деньгами? Я помню, в Париже стоял, пересчитывал эту несчастную свою мелочь, стою на улице, смотрю, передо мной чёрный нищий стоит с протянутой рукой. А у него в руке, смотрю, денег больше, чем у меня за всю поездку. Кто кому подавать должен был. А сейчас этот новый русский туда с деньгами едет, а это их иностранцев более всего убеждает. Или, как сказал поэт, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. АПЛОДИСМЕНТЫ Звери, эээ, дети, Вы в зоопарке. Это культурное место, а не школа. Выбросили пиво. В зоопарке новые правила. Зверям запретили кормить посетителей. Дети, не подходите близко к вольерам. Звери боятся ваших добрых лиц. Видите, ворона уже в обморок упала. Детишечка, перед каждой клеткой табличка с названием животного. Что, Вовочка? Что за зверь? Милиция? Это из семейства дубиноносцев. Цари природы, да. Читаем дальше, действительно удобно. Белый медведь, сокол, балтика номер... А, это ларек с пивом. Дети, вашу бывшую учительницу Дездимону Федоровну уволили за жестокое обращение с вами. Подумать только, кусала, скидала с вас табуретами, называла пустоголовыми шакалами. Я вас буду воспитывать лаской и добротой. Ласка... Что, Вовочка, где ты видишь клетку с кроссовками? Это зверь такой, пума. Там нет кроссовок. Селезнов, ты вообще когда-нибудь зубной пастой пользовался? Закрой рот. Пума уже в ужасе, в угол забилась. Пожалей, животное. Мужчина, не педагогично ругаться на маленьких. Ну и что, что они пинают вас ногами? Не ждете, они шалят. Лежите спокойные. Детям надо относиться с лаской и добротой. Ферапонтов, ты все-таки медленно соображаешь. Быстро, да? Как же быстро, если ты говоришь, что черепахи туда-сюда носятся. Ты вон носу уже полчаса ковыряешься. Ладно, мы в своем, а то у льва. Что значит, не волнуйтесь, лед без сознания. Ты его булыжником огрел? Хороший мальчик. Звери, дети. Смотрите, ласточки низко летают. Это к чему? Получше прицеливаются? Ну и мыслишки у вас. Весельчаков, ты что это такой веселый? Гадюка за пазухой щехочет? Ты с ума сошел, она же тебя укусит. Ты ей зубы пассатижами выдрала. Бабушке вставишь. Потому что папа называет ее гадюка беззубая. Ничего себе, тебе. Девочки, уйдите отсюда. Уйдите. Не смотрите, куда я смотрю. Селезнев, ты зачем питона Виагрой накормил? Смотри, как он поднялся, а. Сейчас потолок прошибет, шпала с глазами, а. Кажется, я начинаю понимать бездуму на Федоровну. Семенов, не приставай к попугаю. Тебе все равно столько слов не выучит, сколько он знает. Где ты видишь покемона? Это хомячок. Живет, как наш завхоз. Кто в гостях не дожрет, до щеки пихает. А вон жираф на завучи похож. Высокий, с рожками. Ему жена изменяет. С пони. Почему рожки недоразвитые? Поня допрыгнуть не может. Ну, что-то я не то говорю. Семенов, ну ты спросил, почему собака енотовидная? Она енотовидела. Поэтому енотовидная. Понял, да? Нет, енот полоскон, а не потаскон. Хватит ваших пошлых шуточек. Здесь культурное место. О, дети не смотрите, куда я смотрю. Дети-кролики просто играют. А я говорю, играют. Нет, я знаю, что такое секс. Мне рассказывали ваши коллеги второго класса. Маша говорит, не надо так сильно краснеть, а то из того вольера на твое лицо бык заглядывается. Семенов, прекрати ты у меня. Это лосси, понимаешь? Лосси, а не лохи. Они едят траву, они травоядные, понимаешь? Траву едят. Что? Тебе курить нечего, они траву жрут. Семенов, я тебя понял, между прочим. Да, как это ни странно. Он, видишь, на ветке твоей братья по разуму. Ленивец и паршивец. Ты зачем мне на козла указываешь? Это мой родственник, да? Семенов, он, видишь, зверь. Называется писец. Готовься, он к тебе придет. На уроке математики, да. Нет, Машенька, нет, дорогая. Кентавров в природе не бывает. Это конная милиция. Ментавров в природе не бывает. Ментавров в природе не бывает. Быстренько перестали играть ежиком баскетбол. Все ко мне. Будем загадывать загадки на приз про животных, иначе вас не соберешь. Все ко мне. Маленький, серенький, под кустом сидит, ушами шевелит. Кто это? Это гаишник с радаром? Вот это да. Надо же, не получается. Значит, сделаем по-другому. Кто споет самую веселую песню про животных, получит приз сахарную вату. Давай, Семенов. Как про приз услышал сразу. Про кошку давай. Здравствуй, моя Мурка. Что это за кошка такая у тебя? Нет, это не пойдет. Селедкина, про птичку, пожалуйста. К суду подъехал воронок. Странная птичка. Машенька, спой что-нибудь приличное. На этом фоне у тебя легко получится. Про собачку, пожалуйста. Ну, давай, давай. Менты нам крутят руки. Ох, заложились. Молодец, Машенька, молодец. Заслужил сахарную вату. Вот тебе вата, дома посыплешь сахаром. Дети, не лезьте в клетку с ежом. Еж колется. Он не шаряется, он просто колется. Сразу предупреждаю. Дятел долбит деревья. Он не обдолбанный. Селезнев, с чего ты решил, что здесь школьной столовой пахнет? Это скунс. Дети, как же вам не повезло потерять такого талантливого педагога, Дездемона Федоровна. Семенов, не ковыряйся у кенгуру в сумке. Нет там денег. Там не бывает... Нашел десятку? Положи на место. Кто воспитал этих варваров? Я сам их воспитал. Ферапонтов, сколько можно просить? Не ковыряйся в носу. Макака уже обалдела. Ее пальцем в чужом носу еще никто не ковырялся. Песенчаков, ты зачем засунул клюв в петуху сигарету? Какой еще цыпленок табака? Сторож, у вас есть свободная клетка? Для каких детей сам останусь? Здесь коллектив спокойнее. КОНЕЦ Садитесь, пожалуйста. Так, на что жалуюсь? Понимаете, доктор? Так, так. Меня посылают на овощную базу. Так. Мне туда нельзя? Почему? По кочану. Я идиот. Понимаете? Самый настоящий идиот. Видать, вы тоже. Голубчик, успокойтесь. Идиоты такими никуда. Идиоты, они наоборот думают, что они самые умные. Да? Да. Молодцы, молодцы. Молодцы, да. А у меня такой жуткий клинический случай. Знаете, мало того, что я идиот, я еще это признаю. Признаете? Да, признаю. Ну что ж, голубчик, тогда мы для вашего успокоения сыграем с вами в одну игру. Значит так. Я буду говорить слова. Угу. Так. Так. Вот. А вы их противоположные понятия. Ну, например, там, ну, ну, не знаю, утро, вечер, день, ночь. Понятно? Ну, естественно. Прекрасно. Значит так. Утро, вечер, день, ночь. Сестра. Брат. Жена. Дура. Да? Нет, голубчик, вы ошибаетесь. В чем я ошибаюсь? Я свою жену знаю. Нет, послушайте меня повнимательнее. Сестра, брат, жена... Жена... Ну... Ну, жена... Даже неудобно сказать. Второго, что ли? Да? Голубчик, речь идет мне о вашей жене. А, значит, о вашей, да? Ну, если она жена, то он в командировке. Так сказать, шутка, ха-ха, да? Да не понимаете, шутка, ха-ха. Не понимаю. Не понимаете. Вы правильно говорите? Я не понимаю. Дайте мне справку, я пошел. Нет, 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 подождите. Ну, подождите, подождите. Давайте мы сейчас возьмем другое слово. Тут же другое слово. Давайте, ну, например, начальник. А, начальник-козел. Нет. Нет? Начальник-козел. 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 Это руководитель. А козел кто? Заместитель. Ну, что, не правда, что ли? Да, с живыми людьми что-то ничего не получается. Вот, не получается. Дайте мне справку, я пошел. А, подождите, подождите. Мы сейчас возьмем нейтральные понятия. Нейтральные, например. Вот, вот. Суша, вода. Небо, земля. Чердак, подвал. Потолок. Протекай. Где? Где? У меня дома. Второй год починить не могу. Ну, если вверху потолок, то внизу лужа. Так, а ну-ка, давайте наоборот. Чего? Наоборот. Давайте. Сюда смотри. Куда? Сюда смотри. ПО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТО-МОТ Причем здесь пол-литра? Ну, пол-литра здесь совершенно не к месту. Извините, доктор. Пол-литра всегда к месту. Ну, в общем-то, это логично, конечно. Ну, я-то прошу вас назвать противоположные понятия. Слушайте. Готов. А давайте попробуем с разгону. А? Давайте попробуем с разгону. Я тебе сейчас дам с разгон. Тихо, тихо, соберитесь, успокоитесь. Дурачок. Итак, водитель-пассажир, покупатель-продавец, врач. Не принимай. Ну, почему не принимай? Не знаю, говорят, талонов нет. Я уже третий раз туда в ту каком. Ну, я же вас принял. Принял. И вас прошу сказать только одно. Врач принял. Что принял? Что принял, то принял. Вам виднее. Вы всю жизнь возле спиртов третесь. Так. Ну, вот что, голубчик. Давайте в последний раз или вон отсюда. Че, че? Я сказал, давайте в последний раз или вон отсюда. Как вы за мной разговариваете? Я сказал, согреться, успокоитесь. Как вам отшать еще не надо, за мной разговаривайте. Глаза. В глазу. Утро. Вечер. День. Ночь. Белый. Черт. Мужчина. Да. Женщина. Вот, голубчик. Прекрасно. Отвратительно. Я говорю, хорошо. Плохо. Зал достаточно. Давай еще. Ты что же это такое? Сестра. Брат. Прекратить. Продолжать. Креки. Академик. Тупиться. Тупиться. Идиот. Идиот. Это самый настоящий идиот. Так я вам с самого начала говорил, что я идиот. Правильно говорили. Вот вам справка. И чтоб в твои глаза вас жить здесь больше не будет. Справка, идиот. Пойду домой. А был бы умный, поехал бы на овощную базу. Академик. Академик. Говорят, что мы гаишники. На всех наезжаем, да? Ну, на кого мы наезжаем? Мы на месте стоим, между прочим. Это все на нас наезжают. Особенно женщины. Одну останавливаю на грязной машине. Говорю. Вам не мешало бы помыться. Она говорит, я только что душ приняла. Я говорю, у вас машина грязная. Она на меня глаза выпучила. Говорит, вы думаете, машина поместится в джакузи? Другой я говорю, вы что не видите, что у вас сзади творится? Она говорит, неужели бюстгальтер расстегнулся? Женщина за рулем как звезда. Мы ее видим, а на нас нет. Грязаночка, вы совершили тройной обгон. Ой, я, говорит, не считала, потому что обгоняла с закрытыми глазами. Запомните. На красный нужно стоять, на желтый приготовиться, на зеленый ехать. Ой, напишите на бумажке, я все равно не запомню. Заодно я даже погоню устроил. Догнал. Спрашиваю. Вы почему не остановились, когда я руку поднял? Я думал, вы голосуете. А я попутчиков не беру. Ну, я настаиваю. Как вы могли выехать на полосу встречного движения? Там машин меньше. Но я не понимаю, как можно ехать по полосе встречного движения? Вы что, куда-то опаздываете? Конечно, опаздываю. Я смотрю, все уже обратно едут. Так что я женщин люблю, но только не за рулем. Одного водителя спросили. Ты кого больше всего на дороге боишься? Он говорит, солдат. Ну, а еще кого? Ну, мотоциклистов, пьяных. А женщин не боишься? О-о-о, женщина за рулем, это пьяный солдат на мотоцикле. Что-то в жизни не бывает, особенно на улице. Видел сам, как одна старушка несколько раз под колеса машины попадала. Я ее даже напугал. Еще раз под колеса попадете, я с вас штраф возьму. Она мне деньги протягивает и говорит, возьми, сынок, предоплата, только не мешай работать. Еще раз упаду, дострою коттедж за городом. Однажды останавливаю обыкновенные жигули. Представляете, глазам не поверил, там набилось 11 цыган. Я говорю, вы что, хотите попасть в книгу рекордов Гиннесса? А не, Чавелла, не забудь еще засчитать пятерых в багажнике. А однажды один кавказец, значит, сдавал у нас на права водительские. Ему показали дорожный знак с бегущим оленем. Ответьте, пожалуйста, что означает этот знак? Он долго смотрел, смотрел. Вот он сказал, звери. Правильно, между прочим. А где обычно этот знак устанавливают? За 200 метров перед ГАИ. Нет, я, конечно, не утверждаю, что мы святые. Наш тоже бывает отчебучат такой, дай Боже. Вон, недавно на одной из улиц установили транспарант. Водитель, будь осторожен у тех мест, откуда появляются дети. На полном серьезе написали. Я лично-то транспарант снимал. Ну, конечно, всякое бывает. Особенно, знаете, когда в новогоднюю ночь. Ну, холодно же стоять, сами посудите. Чего там скрывать? Один наш инспектор изрядно принял на грудь и заявил водителю грузовой машины. Я вас в седьмой раз останавливаю и спрашиваю, что у вас сыплется с кузова. А я в седьмой раз отвечаю, зима, гололед, посыпаю. Как говорится, улица полна неожиданностей. Ой, недавно такую страшную картину видел. Ну, закончилась она забавно. А вот вначале этот звук аварии до сих пор в ушах. Значит, у красного светофора остановился огромный КамАЗ. И в него врезается, представьте, 600-й Мерседес. Ой, врагу не пожелаешь. Значит, водитель КамАЗа вальяжно вышел из машины, обошел, посмотрел, говорит, ну что, разбираться будем? Вчера только новое ведро. Вы выезжаете в туристическую поездку по странам Западной Европы. Вести в этой поездке вы себя должны культурно, прямо с поезда. Не надо, как в отечественных поездах, сорить в коридорах, курить в купе, открывать пиво зубами, выбрасывать в окна пустые консервные банки и радоваться в виде, как все это залетает в окна следующих вагонов. Не надейтесь, что вас там примут за туристов из другой страны. Помните, нашего человека легко узнать в любом поезде мира. По спортивным костюмам, батону колбасы и бутылке водки. Которую он выпивает сразу после того, как наденет этот спортивный костюм. Теперь о гостинстве. Особый интерес у наших гостиницах за рубежом вызывает автоматические стеклянные двери на фотоэлементах. Ну не нужно экспериментировать, успеют ли они раскрыться, если вы разбежитесь. И еще о гостиницах. Значит, когда наши заходят в свой номер за рубежом, они не всегда знают, что в нем для чего предназначено. Расспросите горничную. А то был неописуемый случай. Один наш турист сначала разделся, потом залез в ванну и начал нажимать на все кнопки подряд. Нажал кнопку противопожарной аварийной системы. Его из штуцера в потолке обдала пена из огнетушителя. Правда, сам турист был необычайно счастлив. Он тут же начал растираться мочалкой. И долго потом всем рассказывал, какой у них там сервис. Вода потается прямо с потолка вместе с мыльной пеной. Причем пена такая крепкая, что смылась с груди. Наколотая картина Иван Грозный убивает своего сына. Самое главное, товарищи туристы, вы выезжаете для осмотра шедевров мирового искусства. Ну, почитайте хоть немного об искусстве тех стран, куда вы едете, чтобы потом не позорить своих товарищей своими вопросами, как один уроженец Нечерноземья, который спросил у экскурсовода в Лувре, сколько нынче озимых снято с Елисейских полей. И правда ли, что Мапасан работал гидом, поэтому его так и звали Гиде де Мапасан. В один из вечеров вы посетите концерт органной музыки. Перед концертом выспитесь, пожалуйста, чтобы потом не засыпать на фугах Баха, через каждые пять минут стукая с головой о затылок впереди сидящего. Потому что был неописуемый случай. Один наш турист заснул в первом ряду и сам начал выводить такие фуги, что в последних рядах люди заплакали. Перед тем, как пойдете в кафе, выучите несколько слов по разговорнику, чтобы потом не говорить официанту, «Мне плиз лон кофе и ту булочка, а бутерброд дорогой, поэтому плиз его нафиг». Теперь о свободном времени. Согласно инструкции 36-го года. Наши туристы должны отдыхать за рубежом строго по пять человек. Если вас пригласят в гости, не отказывайтесь. Ну, скажите, со мной будет еще четыре человека. И еще об отдыхе. Мы понимаем, что наши в основном за рубежом отдыхают по магазинам. Но там нет очередей, поэтому не нужно приходить к шести утра с заранее свирепым выражением лица. И просить у продавщицы что-то из-под прилавка. Шептать ей на ухо где-то в Париже «Я к вам от Франца Йосифовича». Не надо пытаться одеть всю свою семью на ту сумму, которую мы вам меняем. Эта сумма специально так высчитана, чтобы вам хватило на подарки тем, кто оформлял вас за границу, на попить кофе и на посмотреть на хорошие товары. Главное, товарищи мужчины, не заводите вы романов с иностранными гражданками. Как бы они ни признавались вам в любви, не верьте им. Запомните, любиться в нашего мужчину за рубежом может только агент КЦРУ по очень сложному и секретному заданию. Остальные гражданки хорошо знают, что у нашего мужчины можно добиться за рубежом, в лучшем случае, ну, юбилейного значка 150 лет города Сызр. И наборы цветных открыток «Козлы Алтая». КОНЕЦ Гаражные пассажиры. Наш лоховоз. Ой, нет, извините. Наш автобус. Следует по маршруту. Площадь Ильича, тупик Вольфович. Приготовьте денежки за проезд. Сейчас мы с вами сыграем слабое звено. У меня в сумке 50 рублей. Хотя могло быть и 300. Кто еще не оплатил за проезд? Кому я еще не оторвала? Кто хочет выпрыгнуть из окна на полном ходу из автобуса? Кому дать пинка под зад? Пришло время определить слабое звено. Челодой маловек. Ой, нет. Чего-то я сегодня не выспалась вся. Молодой чебурек. Нет, не то. Ну, молодой черновой молодняк или как-то. Слишком много на голове не соображаю. В общем, мужчина. Ну, в смысле, малокососов. По ушам вижу, что у вас нет билета. Денег нет. Да, это что-то новенькое. Очень новенькое. Сейчас мы как раз проезжаем по мосту через реку. Мы сыграем с вами в игру. Кто хочет стать глубиномером? Вот, сразу деньги появились. Молодец. Что-то же. Кстати, клинические исследования показали, что у пассажиров, которые купили билет, зубы сохраняются до конца проезда. Мужчина, ну как вам няй-яй-яй? Ну, что же вы с лошадью в транспорт городской залезли? Это не лошадь? Он мне будет рассказывать. А кто же это такая лохматая, ржет всю дорогу, зубы штырет? Что? Это ваша теща анекдоты читает? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МТС-компания. Моторно-тракторная сельпо. Благодаря нашему дорогому спонсору сегодня все входящие бесплатно. А выходящие 10 рублей. Для безбилетников праздничные скидки из окна. АПЛОДИСМЕНТЫ Обелечиваемся, обелечиваемся. Интересно, этот спящий урод мне заплатит? Бомж какой-то. Я угадаю это с 7 ударов. Эй, чудо-йогурт, лохматый облезлый. Вставай, вставай, вставай. Фу, запах какой-то. Что? Это новые духи? Хьюго-скунс? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, понятно, старая история. У вас, конечно, украли документы. Деньги нужны на операцию по пересадке волос. Вы самое дряблое земное. Убирайтесь от этого. Поберушка. Я конкурентов не потерплю. Граждане, подайте, кто сколько может. Ой, заразился, извините. И обелечиваемся. Ох, какой красивый мужчина. По лицу вижу, что у вас нет билета. Чем платить будете? Натурами? В каком смысле? Стриптиз покажете? Ох, граждане. Освободить середину салона. Мужику нужен подиум. Ну, давай, тарзан с бодуна. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мужику от себя далеко не бросайте. Упрут ведь здесь. Сами понимаете, кто. Женщина, вы зачем мужику в трусы деньги суете? Суйте мне в сумку. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что делать? Соображать надо. Все, мужчина, хватит. Хватит, мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Мужчина. Ну, что же вы меня не предупредили?